Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотели с Наташей рассказать о тех вебинарах, которые прошли, чтобы вы могли выбрать. Темы очень разные. У нас прошло больше полусотни вебинаров, которые мы сейчас можем вам предложить, от 15 лекторов, и в планах еще очень много. Я думаю, что практически все себе смогут выбрать что-то, что по душе. Мы постараемся рассказать о векторах, о вебинарах, о технических моментах, с помощью которых можно приобрести формат. Да, именно формат. Потому что многие, наверное, из присутствующих знают, что у нас была достаточно проблема. Ну, не только у нас, это общая проблема в сегодняшнее время с пиратством, с скачиванием. Сейчас мы наконец-то пришли к формату, о нем потом Наташа расскажет, благодаря которому, может быть, немножечко покажется вам более сложным процесс скачивания, но на самом деле это защищает и нас, и вас. В конце концов, вы тоже тратите свою денежку, и вы должны получить этот продукт, и будет неправильно, если кто-то где-то получает его просто так. То есть это забота и о нас, и о вас тоже. Ну и о наших вебинарах, и о наших векторах тоже. Я уже говорил когда-то об этом, но хочется напомнить, что вот эта вот цена, которая имеет вебинар, она складывается на самом деле из довольно большого количества позиций. То есть они не просто такие, вот мы сели, собрали деньги, провели вебинар и пошли гулять на эти деньги. Мы арендуем саму площадку вебинарную. Вот ту площадку, на которой мы сейчас с вами находимся, она у нас в ежемесячной аренде находится. Мы вынуждены платить, как это Наташа правильно называется, за кодирование нашей системы защиты, которая действительно каждый вебинар кодирует. И те, кто у нас уже приобретали вебинары в записи, знают, что там довольно такая система. Ну при попытке скачивания, да, сразу нам поступает информация, кто, что, зачем. Это тоже стоит денег, это тоже стоит немало. И плюс немалые деньги стоит сама работа, как лекторов. Те, кто были у нас лектором, знают, что это не просто так провести вебинар, это хорошая, качественная работа, которая должна быть оплачена. Ну, вот действительно, люди, которые после трех часов вебинара выходят из-за компьютера, я просто вижу, я могу их сравнивать с теми людьми, которые у нас отработали день на участке. Потому что это колоссальный труд, это каждый человек сидит и рассказывает, но есть определенные чисто психологические сложности. То есть лектор не видит аудиторию, то есть когда ты видишь аудиторию, ты как-то можешь, не знаю, на каком-то человеке сконцентрироваться конкретно, да, как-то ему рассказывать, диалог вести. А тут, получается, человек сидит за компьютером, видит глазок видеокамеры и понимает, что там сидит 60, 80, 90 человек, и как-то они реагируют, и реагируют ли, или не реагируют. Или никто не сидит. Или никто не сидит уже вообще. А может быть там зарегистрировались, они пришли, потому что надо сказать, что у нас же очень часто регистрация примерно иногда бывает в два раза больше, чем люди, которые реально сидят, слушают лектора. То есть они потом смотрят это в записи. И в принципе то, что вот мы сегодня предлагаем к вашему вниманию, это то, как раз, что видят те люди в записи вот этого. Там единственное отличие получается, как я понимаю, только то, что вы не можете уже лектору задать вопрос. Задать вопрос, получить ответ, уточнить что-то, то есть нет обратной связи. На самом деле, действительно, получается, что, конечно, главное достоинство именно онлайн-трансляции, это то, что человек может непосредственно задать вопрос лектору. И вот это вот дорогого стоит, потому что лекторов мы очень тщательно выбираем, и мы их очень любим, потому что действительно они идут навстречу иногда просто удивительно. Да, и очень им благодарны. И очень благодарны. Вот. И вопросов у нас не было ни разу, чтобы какие-то вопросы остались без ответа. Даже когда у нас были такие форс-мажорные ситуации, ну, например, у нас был с тремя лекторами большой вебинар по защите растений совместно с АППМ, с Ассоциацией производителей посадочного материала, там поступило вопросов 200, наверное. Да, просто физически не успевали. То есть понятно, что ответить на 200 вопросов, это было бы очень трудно, потому что на самом деле, это просто по времени, даже если там по 2 минуты по минуте отвечать на вопрос. Но в реальности лекторы взяли на себя вот эту вот задачу, все эти вопросы были скачаны, и все ответы были в письменном виде предоставлены потом. Это, конечно, колоссальный труд просто на эти 200 вопросов ответить вот так, когда уже все закончился, вебинар. Но они это сделали. Мало того, что сам вебинар шел больше 4 часов, лекторы устали, и еще потом отвечали на вопросы. Я вообще некоторым темам удивляюсь, то есть когда вот начинается, ну понятно, что что-то нам близко, что-то другим людям близко. И когда вот эти вот 4 часа химических препаратов, там дискуссия довольно глубокая, а там в баковых смесях можно использовать нельзя, а концентрация, ты понимаешь, я вот уже перестаю воспринимать. А люди продолжают на эти вопросы отвечать про идентификацию вредителя, про идентификацию химического препарата, про использование, и думаешь, как это вообще можно все помнить. Вот. И, кстати говоря, очень интересная вещь такая отмечается, что на самом деле многие, кто даже слушали онлайн наши вебинары, когда потом смотрели их в записи, Говорят, о, а это не говорили. То есть реально наступает какой-то и у слушателя предел внимания, концентрация, да, потому что, видимо, 3 часа достаточно все-таки трудно находиться в постоянной такой концентрации. И человек периодически как-то отключается, ну и отключается в плане, отключается совсем, а перестает там что-то... Потом смотрят в записи, и некоторые говорят, второй раз смотрим, опять что-то новое узнали, третий раз смотрим, опять что-то новое узнали, и постоянно что-то новое узнаем, узнаем, узнаем. Вот. Сегодня мы расскажем, как я уже сказал, о наших векторах. Если у вас будут какие-то вопросы к нам именно по вебинарам, вот, по ходу этих вебинаров, то можете писать их на вкладочке «Вопросы», мы на них на все ответим. То есть уточним, о чем вебинар, тема, да. Если у вас будут пожелания к нам какие-то на следующий год, тоже пишите, потому что обратная связь очень важна, мы стараемся все учитывать. Ну, у нас есть и свои какие-то такие задумки, с кем-то мы договариваемся, с кем-то предварительно договорились, кто-то с радостью соглашается, кто-то... Сомневается. Сомневается, но все-таки, наверное, рано или поздно мы договоримся. Вот. То есть у нас есть довольно интересный список на следующий год, частично с договоренностями, частично нет. Вот. Сегодня мы вот покажем то, что уже можно приобрести. Я, как уже сказал, более сотни вебинаров, более 15 лекторов. Среди этих 15 лекторов нет ни одного случайного человека. Вот. К сожалению, конечно же, у нас записаны не все вебинары, которые у нас были. Да. И это очень грустно, потому что, ну, были разные технические проблемы. Ну, и плюс первый год мы еще не совсем точно знали, как тут и что. То есть мы отлаживали эту систему, и вебинары записались не совсем так, как нам бы хотелось этого. Поэтому вот особенно первый, мы уже третий год ведем вебинары, и поэтому вебинары первого года, они, конечно, их надо повторять. Да. Но мы все-таки надеемся, что у нас не останется белых пятен, что те вебинары, которые были, мы в конце концов повторим. Понятно, что их надо повторять спустя время, чтобы, ну, набрать аудиторию. И запишем уже в этом формате, рано или поздно, на такая вот коллекция копилка. Я тут на днях был у себя на участке, подходит ко мне соседка и говорит, слушай, как удобно, я тут купила на период самоизоляции, значит, комплект ваших вебинаров, но это лучше говорить, чем книжка. Я думаю, ну, может быть, она просто мне говорит, потому что как она... Да, филистик. Ну, а дальше она начинает вполне реальные такие вещи говорить, она говорит, я занимаюсь домашними делами, я включила это на большом экране телевизора, и я, говорит, смотрю, делаю, тут же могу и обед приготовить. Если бы я читала книжку, я бы не могла этого делать. Я, говорит, останавливаю на паузу, пошла, что-то там где-то сделала. В принципе, это, да, действительно, конечно, такое кино получается. Ну, и плюс ты узнаешь новые знания, как обучение, но в таком развлекательном формате даже, можно сказать. Light, light формат. То есть два в одно – польза и приятность. У нас поступил первый вопрос Светланы Антоновой. Есть ли форма приобретения вебинаров плюс возможность просмотра навсегда? Есть, и я думаю, в конце... Мы в конце расскажем. Это сейчас у нас уже такая форма и есть. То есть вы их приобретаете навсегда. Там есть определенные условия, мы про них расскажем. Но вебинар у вас остается навсегда. Тут очень важно, чтобы у вас был свой персональный идентификационный ключ, индивидуальный, который вы имеете. Этот ключ достаточно приобрести один раз, и дальше с помощью него все вебинары наши вы можете смотреть уже, используя этот ключ. Без ограничений по сроку просмотра. Ну, правда, с одного, я так понимаю, компьютера. Да, только с компьютера или ноутбука. Ну, это мы в конце тоже еще раз об этом расскажем. Сейчас мы предлагаем перейти, собственно, к нашим лекторам сегодняшним. Свои вопросы пишите. Вот Екатерина Богатырева написала, именно так очень удобно совмещать. Ну, это, в общем-то, и понятно. Конечно, может быть, в транспорте не посмотришь, хотя, опять же, если вы летите, сейчас, правда, никто никуда не летает, если вы летите в самолете, то можно вполне послушать вебинар, как раз три часа полета на ноутбуке, на своем. И первый у нас лектор, которого мы хотим представить. Я так понимаю, Светлана, наверное, у нас присутствует сегодня среди слушателей. Мы сейчас посмотрим. Не присутствует. Ну, она должна появиться, потому что можно будет ей какие-то вопросы задать. У нас неизменно вебинары Светы пользуются очень большим спросом. Спросят постоянно. Спросят, да. При том, что мне очень импонирует именно в лекциях Светы то, что это все через руки. Да. Через труд собственный. Мы были с Наташей на участке у Светы. Это действительно, ну, вообще, как бы на ее участке, который она делает другим людям. Заказчик. Заказчик, да. Это действительно вот такая глубокая-глубокая... Она такое ощущение, что она себе это делает. Она продумывает каждый корешок, каждый черешок, каждую детальку. Вот просто вот... Я просто вижу некоторых своих коллег, и я понимаю, что они так не работают. Потому что, ну, в общем-то, многие говорят, если мы так работали, мы в трубу вылетели, видимо. Вот. Но тут видно, что у человека это интерес большой, что она действительно вот этим вот живет. И, конечно, вот это вот такое глубокое копание в возможностях растения. Очень большой опыт собственный. Это очень большой плюс. Но кто-то Свету считает, когда говоришь про Свету Воронину, а, это вот специалист по додендронам? А кто-то говорит, а это специалист по флоксам? А кто же она все-таки? Мы думаем, что она человекопароход. Человекопароход. Да, который действительно специалист. Да, конечно, у Светы есть свои увлечения. У нее специфический свой участок на Карельском перешейке. Это кислые почвы, это сосны большие, тень. И там, конечно, потрясающая коллекция травянистых многолетников. И даже сухой при этом. Травянистых многолетников, кустарников, додендронов. Достаточно большая коллекция. Очень красивый сад в любое время года. И очень много фотографий она показывает именно из своего сада. Из своего и своих заказчиков. Из своих заказчиков. То, что именно сделано ее руками. То есть не скачаны. И вот у нас прошли вот эти вот вебинары, которые вы видите на... Сейчас здесь написано «Готовь весну осенью». Родендроны, почвопокровные растения для частного сада. Технологии создания цветника шаг за шагом. И флоксы на пике садовой моды. Да, вебинаров Светы было больше. Но, к сожалению, не все мы смогли записать вот в таком виде, чтобы можно было это продавать. Дальше, когда мы будем рассказывать о лекторах, у нас будут вот такие вот слайды, где написано такое вот... Описание вебинара. Описание вебинара. О чем? В принципе, мы все это рассказываем. Но если кому-то нужна будет саму презентацию вот эту, чтобы потом повнимательнее познакомиться, вы нам напишите. И мы вышлем презентацию. И мы вам вышлем саму вот эту презентацию, по которой сегодня мы с Наташей рассказываем, чтобы вы могли ее почитать повнимательнее. Ну и дальше, как и здесь сейчас у Светы, и дальше будут вот эти вот вставочки. Это просто из презентации. Надо сказать, что у некоторых наших лекторов были просто сумасшедшие презентации. У всех красивые, но у некоторых были просто сумасшедшие презентации. У меня, например, до сих пор из головы не выходят презентации Лены Елисеевой по розам неукровным. Это просто какая-то потрясающая была презентация. Может, потому что это розы. Наверное, трудно с вебинара о вредителях или о болезнях растений сделать таким же эффектным, как, например, вебинар о неукровных розах. Тем не менее. И вот этот вебинар, который предлагается к продаже «Готовь весну лесу, осенью лесу», он посвящен луковичным растениям. Луковичный и клубни луковичный. Луковичный и клубни луковичный. Причем в разных аспектах. Света говорит и об ассортименте, и даже показывает, как она инкрустирует их в готовые цветники, когда она подсаживает, какие сочетания. Света у нас один из немногих лекторов, которая всегда пыталась людей вывести на интерактив. То есть я уже не пытаюсь как-то, не знаю, просто читаю, монолог у меня идет. А Света постоянно говорит, что бы вы посадили вот в этот правый нижний угол. И ждет у лекторов, ой, у слушателей ответа. И там пишут, там, калужница болотная. Ну да, согласна, там, или там что-то. Это вот, конечно, тоже, это дополнительное напряжение для лектора, но я не помню ее лекции, где бы она бы этот не пыталась интерактив задать. И вот этот вот вебинар, он очень интересный, потому что это не просто повествование об ассортименте луковичных растений, а это вот действительно такая получается интересная, ода луковичным в саду для разных условий. С полезными сведениями именно. И, конечно, вот эти вот фотографии, которые она показывает из своего сада, эти цветники, которые она делала, она никогда не показывает чужие цветники, а если показывает, то обязательно ссылается на автора этих цветников. И когда ты смотришь, просто красивая картинка, а когда Света начинает рассказывать, это вот то-то, вот то-то, а весной она меняется вот на это, на это, а это вот то-то, вот то-то. А здесь происходит вот это, вот это. Потом показываешь фотографию в августе, в сентябре, в июне и так далее, и ты понимаешь, что действительно человек просто этим живет. Ну, другой ее вебинар, который тоже очень многим у нас запомнился. У Светы вышла книжка про дендрон. Две даже уже. Да, две. Вот последнее издание «Рододендронный Северо-Запад», оно называется, потрясающее с точки зрения вот иллюстративного материала, книга, ну и, конечно, сведений. Мы как-то привыкли, что у нас либо красивые фотоальбомы, где минимум информации такая, да, клиповость присутствует в верстке, либо какие-то серьезные книги, где отсутствует... Много информации, но ничего не понятно. А тут вот это вот совмещение. Ну и тут вот такой живой фрагмент этой книги, где она рассказывает действительно про рододендроны, которые сама очень любят, знают, чего они хотят от нас, знает, что ждать от них у нас, и так далее. Потому что действительно в своем саду у нее их необыкновенные. Очень интересный ассортимент, она рассказывает, в том числе финский, который у нас малоизвестен. У нас имеется в виду в Москве. В Москве, да, в Москве. Вот, то есть у нее такой нестандартный, не избитый ассортимент, она рассказывает. И мне импонирует тот факт, потому что во мне сама постоянно борется растеневод и ландшафтник, и иногда у них конфликты очень серьезные, вот, а то, что она очень активно популяризирует видовые растения. Вот видовые растения, потому что действительно это во многом основа, и не только в этом вебинаре про рододендроны, но и во многих других вебинарах, и почвопокровные, про которые мы дальше скажем, и вот про цветники, она постоянно говорит о видовых растениях. Конечно, сортов моря, конечно, сорта разные, они самые замечательные. Ну, здесь вот. Екатерина Богатырева комментирует, что интерактив у Светланы, это было неожиданно для меня, но интересно. Но надо нам потихонечку, может быть, внедрять. Внедрять побольше. Может быть, даже какие-то задания выдавать на перерыв 10 минут, чтобы люди за 10 минут подумали, что там можно. Мозги тренировать. Да. Вот. И вот этот вот вебинар, он понятно, да, тут вот этот, просто это фрагменты слайдов, это никакую мы не хотим сейчас донести до вас истину, но это фрагменты презентации, отдельные слайды, которые показывают, как это выглядит. Но кто был на вебинарах, вот подтвердят, что действительно информация очень полная. Причем мы всегда в конце даем не только презентацию, высылаем. Да. Наташа делает рассылки. Что туда Наташа обычно еще? С материалами. Это мы в конце расскажем, что у нас в дополнительных материалах идет. Там список иногда бывает очень большой. Это и книги, и статьи лекторов, и полезные таблички, и ссылки на разные ресурсы, и рекомендуемая литература. В общем, масса-масса полезной информации дополнительной. И на самом деле, действительно, зачастую вот эта вот самая информация нам в самом себе уникальна. Да. Это ссылки на источники. Да, наверное, вы их тоже найдете, если будете долго гуглить, но когда вам их дают сразу готовые, говорят человек, которому мнение можно прислушаться, что это достойный ресурс, на котором можно это посмотреть и взять, это, конечно, большой плюс. Ну и плюс статьи вот этих вот авторов, которые нам их доверяют. Замечательный был вебинар у Светы по почвопокровным растениям. Причем тоже некоторые позиции там были весьма неожиданные. Да, да, почвопокровные. Вишня, например. Такие-то, потому что, ну, нам кажется, ну, почвопокровные. Ну, сразу, конечно, в голове масса травянистых многолетников присутствует, там каких-то список видов, да. Ну, может быть, какие-то кустарники. Но у Светы это действительно стало таким вот откровением каким-то. И я был очень по многим позициям удивлен. И даже после этого захотел себе что-то. В частности, вот здесь вот вы видите под роддендронами смородина железистая. Да, да. Риб из глондулоза. Я увидел ее впервые у Светы на одном объекте, где она свисает с подпорных стенок. И ты видишь смородиновые листья, которые пахнут как смородина, у которых плоды появляются. Но это абсолютно стелющиеся растения, не имеющие высоты. Абсолютно устойчивое, которое сползает с этой каменной стенки. Я говорю, мне надо. Ну вот теперь мы с Наташей, счастливые обладатели, благодаря Свете этих растений. Ну и много других таких открытий, которые Света тоже вот в этом вот вебинаре рассказывает. Да, то есть почвопокровные там были и травянистые, и древесные. И для тени, и для солнца. И для песка, и для влажности. Для разных условий. То есть полнейший набор почвопокровных. В конце концов, не газоном единым. Да. Да, как у нас везде пытаются под соснами. Да, и в том числе, чем заменить газон в таких местах, где газон невозможен. Ну вот здесь вот слайд, где и вы. Да, и это тоже удивительно. Но это вот лишь один из слайдов. Необыкновенный шквал эмоций вызвал. Да, у нас в рейтинге на втором месте после мхов. Да, у нас на первом месте были мхи. А здесь вот у нас цветники, вот эти вот технологии шаг за шагом. Ну, потому что многие светленно готовые цветники видели, видели, что они достойные, красивые. При том, что это практика. Это не прочитанные книги, переведенные с немецкого и голландского. Вот. И здесь таких у нас очень много в Москве семинаров сейчас читается. Именно этих приводных. Они тоже имеют право на существование. Но когда человек действительно в условиях северо-запада это делает, то уже ты сразу понимаешь, что оно... Прикладное применение. ...меет вполне себе такое прикладное значение. И она попыталась в этом вебинаре от и до рассказать. Вот пришли на участок, голое пространство. А вот в конце красивые фотографии цветника. Чего, как, зачем, в какой последовательности, с какими растениями, как она это делает, как и так далее. Ну, вот здесь вот есть, да, такие... Порядок работ. Порядок работ. Тоже вебинар очень был интересный. Ну, и в конце, как бонус, вот эти вот красивые готовые цветники. В разные времена года. В разное время года. Не то, что времена года, а даже месяца. Даже месяца. Очень интересный. Но вот этот вот можно порекомендовать настойчиво к приобретению. Есть, конечно, вебинары, которые более узкую тематику имеют. Есть вебинары, которые более широкую тематику имеют. И тут каждый человек должен для себя понять. У него вот белое место, вот это белое пятно, вопрос с какой-то конкретным видом связанным. Хочется доизучить флоксы. Да. Или лианы. Или у него, в принципе, вопрос, а как вообще сделать красивый сад. Что ему нужно? Это, конечно, совершенно разный вот такой вот уровень глубины. Вот этот вот такой довольно для многих, для большинства. Он совсем не узкий, он интересный. И при этом там очень такая... Для широкого круга. Для широкого круга. И там очень интересная при этом информация. В доступной форме еще хотела бы подчеркнуть. Фрагменты именно вот этих вот цветников. Осенних. Светиных. Ну, в данном случае октябрь. Ну, в презентации есть он же и весной, и летом. Флоксы. Ну, Света у нас куратор выставки «Мир флоксов», которая многим, я думаю, из присутствующих известна. Не только петербуржцам. Ежегодная в Петербурге выставка. Выставка очень интересная. Как правило, после нее выпускается каталог, статьи. Приезжает очень много флоксоводов из территории бывшего Советского Союза, и с нашей страны, и с зарубежья, и просто людей, увлеченных флоксами. Ну, и вот действительно, Света, кроме тех растений, о которых уже упомянуто, вредит еще и флоксами. И с нами решила вот этим вот поделиться. Но, правда, это было действительно… Ну, что такое флоксы? 30 часов – это, конечно, мало. И здесь были именно флоксы, случайно, вебинар называется «На пике садовой моды». То есть те группы, которые современные. Вот этот… Ландшафтный, так называемый, да. Уделялось большое внимание именно тем, которые в ландшафте хорошо себя показали. Которые вышли из бабушкиного полисадника и вдруг нашли себе место в совершенно цветниках другого формата. Да, и это тоже флоксы, и тоже это очень интересно было, и очень неожиданно по целому ряду сортов. Поэтому я тоже этот вебинар рекомендую. Не только метельчатые, там были и другие виды флоксов, поэтому более широкого такого. Да, как мы выяснили после вебинара, что некоторые люди не подозревали о существовании садов флоксов других видов. Да, очень обокровных тех же. А они есть. И однолетние, и многолетние, и среди многолетних разные совершенно по своему габитусу, если так можно сказать, протравянистые растения. По своему использованию, по своим требованиям к условиям произрастания. А уж если взять еще их современные сорта, сорта группы, те, о которых Света рассказывала, это, конечно, удивительно. Ну и опять, как всегда, ее… В цветнике. Да, в цветнике. То есть мы видим цветник такой далеко не бабушкин полисадник, не бабушкин огород, потому что здесь вот уже там и горцы, да, и четки, и вдруг появляется вот он флокс. Оказывается, что вполне он вписывается и вполне гармонично воспринимается вместе с этими растениями. Другой наш лектор тоже Петербург представляет. Относительно недавно у нас был этот вебинар. И мы, честно говоря, с Наташей думали вообще делать этот вебинар или не делать. Собственно, последний вебинар в этом сезоне у нас был. Да. И как-то мы решили, колюш, нам вот судьба подарила самоизоляцию всем. Может быть, действительно надо… Решили, вот весна. Да, птицы. Парк нас не пускают. Давайте послушаем птиц в записи. И Андрей с радостью согласился этот вебинар прочесть. И мне кажется, это очень удачный выбор лектора по той причине, что есть орнитологи, но они не знают чаянии простого садовода. Есть садоводы, но у них недостаточно глубокие знания орнитологические, чтобы рассказывать о птицах в саду. А вот Андрей Ганов – это удивительное совмещение в одном, два в одном. Андрей – орнитолог, не просто орнитолог увлекающийся, а человек, который много лет курировал коллекцию птиц в Ленинградском зоопарке. И при этом он многим известный садовод. Правда, Андрей меня поправил, когда я так его представил. Он сказал, я в первую очередь садовод, теперь во вторую очередь орнитолог. Не важно. То, что… Мастерство не проблежит. То, что у человека уже есть внутри. И он, конечно же, вот именно с этих двух позиций может действительно рассказать совершенно иначе о птицах. И о том, что птица – это не всегда благо в саду. Да, плюс и минус. И это и плюсы, и минусы. И далеко не всегда. У нас почему-то в основном везде открываешь там Facebook «Пригласите птиц в сад». Примизы. Зовем птиц. Но птица может стать проблемой в саду. Реально. И иногда нам надо не пригласить птиц, а отвадить птиц. Или какие-то моменты. Что делать с птенцом, который выпал из гнезда? Вот пойди, найди эту информацию. Вот вы идете по дорожке своего сада, у вас лежит птенец. Можно его трогать, нельзя его трогать. Или вы нашли гнездо тоже, что делать, как себя вести, как реагировать. Вот. И во всем об этом было в вебинаре. Мы послушали птиц, попытались научиться их различать по голосам. Да, принес аудиофайлы и попытался нас научить различать птиц. Мы также выяснили, что слави – это далеко не наше все. Да. Что это просто распиаренный такой образ певчих птиц. На самом деле там… Есть певцы покруче, которые еще и могут музицировать и вариации какие-то устраивать. В общем, это интереснейший вебинар. Мне кажется, в принципе, Бог бы интересен даже быть не садоводом. Да, да. Вот просто людям, любящим природу, вот я его рекомендую, потому что показаны птицы, рассказано о птицах с любовью. Повадки, все только что. Однозначно с любовью. По Андрею было видно, что он может о них говорить бесконечно. На самом деле. Тут вот такой фрагмент тоже из его презентации, где он рассказывает о том, что действительно стриж, упавший на плоскость, к сожалению, не может сам подняться. Я сам свидетель этого. Я живу на 16 этаже, у меня на балкон залетает, если стриж, то он лежит просто на балконе, он не может сам улететь, пока я там не приду. Хорошо, если в тот же день и не помогу ему взлететь. Это тоже важный момент. Тоже относительно недавний у нас был вебинар Наташи Гордеевской. Апрельский, да. Ну, Наташу мы знаем сколько уже. Очень давно. Очень давно. Еще со времен журнала «Вестник цветовода» Елена Ильич, где была главным редактором Наташи, там и заметки писали, и на встречах совместных были. Ну и кто знает, Наташу и ее сад, это, конечно, удивительный с точки зрения климата место. Ленис Кузнецкий, Кемеровская область. Когда человек слышит это, он говорит, что там ничего не растет. Наташа сама рассказывала забавную историю, как она поехала в Англию со своими фотографиями, путешествия по садам. И где-то вот пили кофе в каком-то саду после долгих прогулок по саду. И разговаривалась с группой английских женщин-садоводов, которые сидели там рядышком. «Откуда вы? А я из Сибири, говорит». «О, Сибирь! А что, у вас не тоже интересно сады?» Она говорит, «Ну да, у меня свой сад». «Свой сад в Сибири!» В Сибири. Наташа им показывает фотографии, я не знаю. И они в шоке. И она говорит, они были в таком шоке, что «О, это Сибирь!» Но потому что не может быть. Потому что сад действительно очень эффектный, тонкий, красивый. И при этом, кроме того, что климатически это такая вот зона, не самая, может быть, благоприятная для растений. Хотя это вопрос исключительно подбора растений. Но еще и это и сухость, это пески. И вот про этот экстремальный сад она нам рассказывала. Резкоконтинентальный климат, да. Вообще, это наша была задумка на следующий год сделать несколько таких участков, вебинаров. «Экстрим в саду». И пригласить людей, владеющих теми участками, где сбыточное увлажнение, засуха, ветра какие-то. Ну, какие-то условия, да, нестандартные. И человек действительно тот, который живет на этом участке, он как никто другой сможет поведать об этих проблемах и о тех решениях. Потому что, ну, конечно, подбору с артементом это важно, но это не все. Агротехнические приемы какие здесь? И у Наташи очень много вопросов задавали, а как поливаете, а когда поливаете, а как укрываете. И она отвечала на это на все. Правда, ее послушайте, не так все легко. Да, все как-то легко. Все сама поливается. Он это думает. Здесь основное – это грамотный подбор растений для этих условий. При том, что это действительно кротом и кровью, потому что действительно этот подбор, это нигде не возьмешь, эта информация. И человек просто вот сажал – росло, сажал – умирало, сажал – росло. И когда у нее в итоге вот этими вот экспериментами выкристаллизовываться начал список тех растений, которые показывают хорошо себя, она уже из них стала создавать композиции. Это, конечно, очень круто. Да, интересный момент, что она активно внедряла в сад дикоросы. То есть она внимательно… Собочины. То есть она наблюдала за природой, та, которая вокруг ее сада, и пыталась внедрить, и вот этот опыт тоже очень интересен, она про это рассказывает. И многие люди, которые приходили к ней в сад и видели то растение, которое растет на обочине… Они его не узнавали. Они его не узнавали. Они говорят, ты где такое взяла? А вот. Я не знаю, Наташа у нас присутствует? Ну, должна быть, но может быть, придет попозже. Ну, то есть вот такой вот сад, и тоже настойчиво рекомендую я этот вебинар вам посмотреть. Мне кажется, это даже интересно будет не только тем, у кого такой же заслушливый участок, а просто вот увидеть вот этот вот… Ну, Чапик бы, наверное, точно про это что-нибудь написал, про такого садовода, да, какие-то фразы, потому что действительно это достойно уважения. Ну, и тут есть интересная история. Вот там не случайно фотографии с Питом Удальфом у Наташи, потому что, когда она выложила вот эти вот фотографии на Фейсбуке, Пит увидел… Вот этот вот, то, что на экране, Пареник Сибирский. Да, и сказал, что это? Пареник Сибирский. Где взять семена? Наташа сказала, я вам привезу. И вот с тех пор он у него есть. То есть вот из Кемеровской области к Питу приехал Пареник Сибирский и сам Наташа Гордеевский. И Адонис Весенний тоже к нему уже приехал. Да, хотя мы вроде бы слышали о том неоднократно, что Пит крайне не любит… Не любит желтый цвет, но почему-то попросил именно этот. Адонис Весенний он попросил. Хотя тут желтый и желтый не бывает. Да. Потрясающий лектор, удивительный, Елена Елисеева. Вот то, что мы говорили про свету Воронину через свои руки пропущено, я думаю, в полной мере можно и про Лену сказать. Про Лену, да. Лена никогда не порекомендует никакой вид и никакой сорт, пока сама с ним не повозится и не поймет, что он проходит или не проходит. Мало того, она эту информацию собирает на целом ряде форумов, участвует довольно активно на них. Форумов Розамодов известно достаточно много. И в ее саду действительно собрана, на мой взгляд, уникальная коллекция. То есть я, когда слушал этот вебинар, для меня многие виды были открытиями. А у нее это растет, и она показывает куст 2 метра, и весь цветак, и ты думаешь, елки-палки. У нас. У нас, да. Ну, то есть это в Москве. Это, конечно, на самом деле удивительно. Ну и вот об этом вебинаре лично я слышал очень много добрых отзывов. Во многом не только от ее манеры изложения. Как-то легко, спокойно, но при этом именно увлекательно. А в уникальности еще это информация. Вот попробуй. Да, в отдельных форумах есть там группы какие-то, где вот именно рассказывается или тема беседы о нюкровных розах. Ну, надо вот 5 тысяч сообщений прочитать, чтобы... А тут у человека вот это в саду, и вот она реально за ними ухаживает сама. Она знает, что они из себя представляют. Она рассказала потрясающие, ну, для меня тоже были многие открытия, там, из советской, ну, советской в широком смысле, наша страна, прибалтийские вот эти вот гибриды рвоза. Ну, то есть, конечно, мы о них слышали, но вот когда ты видишь вот это вот... Подробности узнаешь. Да, такие интересные вот это вот наше наследие, селекционное, ну, и плюс современные какие-то виды сорта. И это не просто вот перечисление ассортимента, а это довольно такой глубокий подход. Думчивый очень. Где она, надо сказать, не вот так вот прям говорит, сажайте, будет вам счастье. Она очень чётко указывала на все проблемы и условия, при которых... Вот с этим может случиться вот это, и не удивляйтесь. А вот с этим вот это. А с этим ничего не случится. А с этим ничего не случится. То есть та же рвоза, которую мы считаем там неубигенной, у неё есть огромное количество гибридов и сортов, которые поприхотливее будут некоторых благородных рост. И просто вот так вот сейчас то, что у неё там где-то в прабабках была ругоза, бери, сажай, будет тебе счастье, это, конечно, не совсем верно. В общем, вот этот вебинар, больше даже трёх часов, по-моему, он и нашёл, Лена рассказывала упалительно вот о всех вот этих вот вещах. Это было, конечно, удивительно. Ну, вот эти розовонючие, просто один из слайдов. Ну, я сам убедился, вот мой участок находится в Сергио-Пасадском районе, далеко не самые благоприятные условия с точки зрения климата. Ну, и плюс я не сказать, что такой прям хороший садовод. Ну, то есть как-то так не получается ухаживать как надо. А ты ответственность. Да, не совсем ответственный садовод. Поэтому, наверное, родился вебинар «Малоуходный сад» у нас, посмотрели, как мы делаем. Ну, вот у меня вонючая, действительно, прекрасно себя показывает, цветёт. Цветёт ежегодно. Да, и бикалор формы, и обычная, подаренная когда-то Владимиром Праздниковым, она вот показывает себя во всей красе. И надо сказать, из непрополотых злаков выглядит достаточно эффектно, поднимаясь, когда перед ней вот эти вот колоссии. Ну, Лена про это расскажет, тоже этот вебинар мы рекомендуем. Ну, все, на самом деле, вебинар рекомендуем, потому что, если бы мы его не рекомендовали, мы бы не пригласили этого человека. Да, конечно. И не стали бы его... Ну, и какие-то... Ну, и там, роза, да, похожая на пион. Ну, и так далее, да. То есть разные вот эти вот варианты. Матвийские рулгозы как раз тоже большая там группа, Лена про неё говорит. Очень интересное наследие, которое сейчас есть в ботаническом саду, в Розарии, главном ботаническом саду, даже отдельным фрагментом. Ну, я, например, в продаже сильно не встречал, чтобы где-то пойти и купить вот эти вот розы. Что ценно, что фотографии тоже практически все сделаны Леной. Да, это не каталожные какие-то сканерограммы, а это действительно её фотографии. Это наша любовь особенная. Да, Татьяна Терентьевна, думаю, знают все. Татьяну Терентьевну мы просто любим всей душой. Вот. И это удивительный вообще человек, я бы сказал, да. Ну, и лектор замечательный. Потому что... И опять же, всё через руки. Да, да. Кто бывал на участке Татьяны Терентьевны, или кто видел фотографии участка Татьяны Терентьевны, ты просто понимаешь, что это герой труда... Да, это памятник можно сразу ставить. Потому что, когда ты видишь вот это половодье затопленное, где деревья стоят, отражаясь... Деревья и кусты, посаженные в саду, стоят, отражаясь в этой водной глади, а у человека там коллекция злаков, ив и так далее... И даже розы. Даже розы. Это удивительно. И конкретно этот вебинар Татьяны Терентьевны был посвящен декоративным злакам для сложных мест. То есть именно вот такая задача стояла. Злаки в экстриме. Да, то есть те злаки, которые имеют достаточно эффектный вид, но при этом неприхотливые, выносливые и подходящие именно для сложных условий. Да. Плюс, опять же, очень много тонкостей чисто агротехнических. Татьяна Терентьевна рассказывает, которые не встречаются в книжках. Ну, тут какие-то мелочи, например, она не обрезает там какие-то виды осенью, потому что они жестко режутся, а после зимы они легко берутся и снимаются. Да, да, вот эти тонкости, которые мало где можно найти. Да, или какие-то там, когда какая-то кочка делится, когда не делится. И это не просто перечисление красивых сортов мискантусов и малиний, а это именно вот такое повествование о совместной жизни с ними, с их проблемами, плюсами, минусами и так далее. У нас тоже есть в планах вебинар Татьяны Терентьевны на следующий год, как раз вот из рубрики «Экстрим в саду», как у Наташи Гордеевской был. Но если у Наташи Гордеевской именно вот такая засуха и сложные климатические условия, то здесь другие проблемы, здесь недозасухи. Прямо противоположные. Прямо противоположные. И мы очень хотим, чтобы Татьяна Терентьевна нам рассказала действительно... Уже даже не только о злаках, но и обо всем, что растет у нее на участке. И как с этим... Как с этим бороться. Да, как с этим жить. То есть действительно, потому что такие участки тоже встречаются довольно часто. И не только в Подмосковье. А тут такой колоссальный опыт у Татьяны Терентьевны. Да, Татьяну Терентьевну мы ждем прямо начиная со следующего сезона, с осени. Будем договариваться. Тоже презентация, посмотрите, какая-то Татьяна Терентьевна была. Да, вопрос о наводнениях. Да, вот они, ее участок. И на этом участке удается такое количество разных видов, форм и сортов. Но не потушить этого человека нельзя. Абсолютно точно. Посмотрите, да. Вот мы видим, что происходит весной. И вот мы видим, во что это превращается уже спустя некоторое время. Конечно, подбор растений. Но тут скорее был не подбор, а отбор. Да. Селекция на выживание, я так понимаю. И... Ну вот. Пишите свои вопросы, если какие-то у вас параллельно возникают по нашим... По темам. Темам. Мы вам ответим обязательно на них. И тем более, повторюсь, что многие у нас присутствуют лекторы. Сейчас тоже здесь. Они тоже смогут на эти вопросы ответить. Ну, Лариса Маслова у нас в какой-то степени тоже экстрим. Тоже экстрим. В какой-то степени. Экстрим в саду, плодовый сад. Да. Вообще, я вот тут, если Татьяна Терентьевна мы видим наводнение, если у Наташи Гордеевской мы видим на фотографиях песок, то тут я лично знаю все, что происходит на участке Ларисы и Александра Маслова по причине того, что это мои соседи ближайшие. И понятно, что переход через забор не меняет условия участка. Я вижу, насколько они реально своеобразные. Вот эта вот тяжелая почва. С минимальным содержанием гумуса. С эти глубокие минусы зимой. Эти ледяные дожди. Вот есть город Пушкино. Он тоже в Подмосковье. Но по сравнению с городом Пушкино у нас разница там 5 градусов. Я вот иногда выхожу здесь у себя в Королеве или из Москвы еду. Мне кажется, ой, ну можно в майке поехать. Но я точно знаю, что мне нельзя в майке поехать. Если я приеду сейчас туда, в Падьково, а там уже надо будет одеть куртку. То есть всегда, ни разу не случилась ситуация, что приехав туда, мы почувствовали температуру выше. Соответственно, то, что выживает, то уже точно абсолютно выживает. А Лариса замахнулась на Вильяма нашего Шекспира. На плодовые. И у нее действительно удивительный плодовый сад. Причем это плодовые зачастую довольно редкие. Это большое количество сортов. Актинидий. Это лох многоцветковый. Это виноград, урожай, который дает. И это вот в этих условиях. И мы, конечно, не могли отказать себе в удовольствии, чтобы Ларису не пригласить. И она нам рассказала о том, как она на этом участке всего этого добивается. Ну вот здесь вот посмотрите. Минимальная температура зимой. 2016-2017 год минус 43 градуса. Последние заморозки весной 2018 года – 9 июня. 9 июня. Кто представляет себе 9 июня, это уже в растении начали распускаться листья. И, соответственно, идет минус. Вот у меня сейчас распускаются на участке какие-то растения. Но я им абсолютно не радуюсь. Потому что я понимаю, что сейчас придет очередной минус 4, минус 5 ночной. И эти листья у меня все. И ледяные дожди, которые, например, мои березы склоняют до половины. Ломают, а чего говорит про плодовые растения. При этом летом, обратите внимание, плюс 39. Плюс 39. То есть тоже такой суровый перепад. И вот при этом ей удается добиваться урожаев, которыми она еще и щедро делится с соседями. Да, да. Но тоже путем отбора. Путем отбора. Поэтому вот те, у кого сложные участки, а кушать хочется, можно послушать вебинар как раз Ларисы Масловой. Это тоже достаточно интересно. Интересно. У нас появился какой-то вопрос от Елены Титовой. Пожелания по семинарам на 8. Первое. Устройство газона и восстановление газона. И второе. Черенкование прививки. Да. Мы примем к сведению по газонам, действительно, уже не первый запрос у нас. Черенкование прививки, вот знаете, мы немножечко сомневались, потому что все-таки это такая вещь, которая, наверное, должна мастер-классом показываться. Да, это где-то лучше в саду. Но у нас был вот вебинар Алексея Шулюпина по обрезкам. И мы тоже сомневались, потому что обрезка – это скорее то, что должно показываться в саду. Да, мастер-класс. Но у нас было очень много откликов положительных. И мы поняли, что в общем, когда не получается дать мастер-класс и показать, можно, ну, в конце концов, можно как-то, наверное, настроить камеру, чтобы она показывала именно руки крупно. Две камеры поставить, одну фоновую, одну… То есть мы тоже про это думаем. У нас даже есть люди, которые могут это показать и рассказать. Вопрос, как донести дистанционно вот эти вот тонкие вещи. Потому что хочется, чтобы человек… Попробовал тучи. Да, на том конце сидел и тоже это делал. С другой стороны, я понимаю, сейчас вот много идет реклама там в Фейсбуке, что люди вышивать учатся, мастер-классы, и кулинарные всякие проходят вебинары. И тут же человек по ту сторону экрана там готовит пирожки и потом пробует и думает, получилось ли. Спасибо за предложение, мы обязательно будем думать, как это сделать. Ну а здесь вот тоже фотография сада Ларисы Александра Масловых, вот такой вот он уютный. Очень люблю их сад и, конечно, очень рад, что это мои соседи. Действительно, там приходишь и не понимаешь, как время уходит. Зашел на полчасика, а у вас уже три часа прошло. Там непочатый край работы у себя. Гуми тот самый, который… Урожай Гуми. Татьяна Густавовна Махрова. У нас была задумка такого вебинара, который, конечно, мы понимали это с Наташей, некоммерческий. Да, совсем. То есть мы понимали, что он… Не имеет прикладного скрытого. Да, и он не собирает… Но честно сказать, каждый раз открываешь вот старые книжки, 30-х, 40-х, 50-х, по дендрологии, становится так больно, что мы вот это, хорошее слово сейчас постараюсь сказать, потеряли. А не то, что обычно говорят. Вот. И пока не потеряли вообще-то. Ну да, еще есть шанс. Есть еще шанс. Потому что, конечно, шедевры советской селекции… Ну, все знают про Сиренка Олесникова, все знают про Климатиса Бескаравайной, Плокса Гаганова и так далее, Чебушники Вехова. Но есть масса вещей, про которые мы не знаем. Татьяна Густавовна – очень увлеченный человек, в том числе и этим. Это преподаватель нашего университета леса, который генетик, селекционер, дендролог, и который реально болеет за все за это. Она такие вещи там рассказывала, для меня вообще были. У нас были в советское время гибриды клёна австралистного и клёна серебристого. У нас были в советское время гибриды лиственниц, гибриды еле колючие, еле обыкновенные. Я слышал это первый раз в этом вебинаре от Татьяны Густавовны, хотя мы с ней общаемся уже не знаю сколько лет. Ну и отдельная ее любовь – это Ивантеевский дендросад, потому что она сама живет в Ивантеевке, очень хорошо знает работу Александра Яблокова, селекционера нашего известного. А Александр Яблоков огромное количество сделал вещей, которые даже сегодня нами вот так недооценены. То есть все те же самые белые акации, которые мы видим в наших городах, находящие до Архангельской области. Это, собственно говоря, так называемое осеверение Яблокова. То же самое там тополя пирамидальные – это все действительно идет из Ивантеевки, вот из этого небольшого города. И тогда же мы договорились на вебинаре, что мы обязательно от РФК сделаем дендросад экскурсию. И даже скажу больше, Татьяна Густавовна договорилась с руководством, но, к сожалению, вмешались в те обстоятельства, которые мы все с вами знаем. Но мы обязательно, как только все это пройдет, мы обязательно туда эту экскурсию сделаем. Посмотрим на это все. Потому что вот это вот на сведе Яблокова, это, конечно, надо обязательно смотреть, и мы обязательно этот дендросад Ивантеевский посетим. Ну, Светлана Антоновна пишет, если бы еще можно было где-то найти. Да, ну, согласитесь, Светлана, это не повод о них не говорить. И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше будет появляться вопросов к питомниководам, а чем больше будет появляться вопросов к питомниководам, тем больше будет появляться желание найти маточника, начать это делать. Потому что, знаете, как вот интересно, приезжаешь на конференцию АППМ, разговариваешь с питомниководами, говоришь, а почему у вас вот этого нет? А потому что ландшафтники не спрашивают, а ландшафтников спрашивают, а почему вы не спрашиваете? А потому что у них нету, что спрашивать. Получается такая палка в двух концах. То есть эти не производят, потому что никто не спрашивает, все-таки спрос рождает, предложение. А эти не спрашивают, потому что все равно нету, что спрашивать. Многие маточники еще сохранились, и вопрос в том, как их сохранить дальше. То есть кто займется, кто возьмется размножать. У Патяна Густавна была презентация выполнена в духе как раз вот этих послевоенных лет. И действительно ПИК пришелся именно на этот период вот этой вот селекции. Ну действительно очень интересный. Просто, опять же, не только садоводом, а для расширения кругозора я бы ее рекомендовал. Ну Наташа Мельникова, я думаю, расскажет о своем вебинаре сама. Ну что тут рассказывать? Здесь я делюсь опытом о моем выращивании деревьев из семян. То есть зачем это нужно, для чего это. И в основном, конечно... И как. И как, да. В основном, конечно, больше всего мне хотелось показать, что очень многие растения древесные, как это ни странно, очень легко вырастить из семян. Более того, не просто вырастить, а дождаться красоты. То есть очень много быстро растущих деревьев, которые, в общем, порадуют вас еще, как говорится, при этой жизни. Ну скорее такой больше, наверное, развлекательный. Потому что я все-таки не специалист, не биолог, не древовод, не ботаник, не дендролог. А скорее как бы опыт такого садовода-любителя. Но опыт, надо сказать, многолетний. Поэтому, может быть, что-то вы там найдете интересное. Плюс там хорошая, очень рассылочная база. То есть там много книжек, много информации, где можно найти действительно ценную информацию по выращиванию из семян древесных растений. Мы же рассылочную базу прилагаем к... Да, обязательно, да. Все это находится в папке, все это есть. Ну, Наташа скромничает, на самом деле, конечно, как всегда. Я должен сказать, что у нее потрясающие собственные вот эти эксперименты с выращиванием растений. Просто некоторые вещи, вот там, по рассказам, сеять, 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 не получается. Потом раз, окажется, надо было на батарейку поставить. Почему-то нигде не написано, понимаете? То есть это ни в одной книжке про вращение там не написано. Она там поставила на батарейку, она начала расти, вот она какая-то тонкость. Собрала в этот в январе или феврале совершенно разный процент схожести. То есть вот эти вот вещи, которые у человека действительно как исходы переросли, вот такое вот глубокое увлечение. И плюс действительно мы же очень много сейчас путешествуем, мы видим какие-то растения, но не всегда можем что-то приобрести, только потому что этого нет в продаже. А семена очень часто висят перед нами. Это даже просто может быть память о какой-то поездке. Вот это из Китая, а вот это из Монголии, а вот это из Японии. Вот оно растет. Да, очень приятно мне было поделиться еще таким фактом, что многие вещи, до которых я дошла опытным путем, потом я нашла подтверждение этому в старых книжках. Вот, то есть вот, например, о том же сборе, что лучше всходят семена некоторых растений, если их собирать не осенью, а зимой. То есть январь, февраль. Оставшиеся на ветках? Оставшиеся на ветках. То есть для питомников это неприемлемо, потому что они могут ничего не собрать. Птицы могут съесть их, там еще что-то с ними может произойти. А для нас, когда там нужно несколько штучек всего, то есть вот этот вот факт. И потом это вдруг я читаю у уважаемых людей. В общем, это было, конечно, приятно. Ну и тоже очень красивая была презентация. Кто знает книжку Дендра Азбука, главный идейный вдохновитель которой была как раз Наташа и собрала всех этих людей вместе, что книжку, кстати, тоже можно приобрести. Да, книжка еще пока есть. Еще пока есть, но уходит достаточно стремительно. И вот там вот рисунки, вся книжка Дендра Азбука, там как раз рисунки Лидии Жуковой, такие очень характерные, которые не спутаешь ни с какими больше. Ну и вот фактически вот эта вот презентация, это такое приложение к Дендра Азбуке у Наташи получилась с этими рисунками как раз. И вот такая вот информация. Здесь только один слайд про секуренегу Паву Кустарникову. Таких слайдов там много про разные растения, поэтому тоже рекомендую. Вот некоторые говорят, ой, да ждать. Так дело не в этом. Тут есть радость от созерцания прорастающего семени. Радость от созерцания растущего сеянца. От самого процесса. Да, ты можешь купить это дерево и посадить, и оно растет, ради Бога. Но ты параллельно, если его посеешь... И будешь знать, где ты его собрал. Да, это совершенно необыкновенное какое-то чувство. А если в семье есть дети, то я вообще считаю, что это не просто можно, а нужно делать. Обязательно. И нужно вот ребенка, ну, заставить неправильное слово, но как-то спровоцировать на посев, пускай таких там крупных, я не знаю, желудей дуба красного, или каштана конского, или какого-нибудь ореха маньчжурского. Но это необыкновенная метаморфоза, которая происходит с мозгом маленького человека, который видит, что он положил в грядку, пусть из-под палки бабушкина, вот эту вот какую-то фигню, и вдруг из этой фигни начинает расти, и вдруг то, что из этой фигни выросло, оно его обгоняет, и начинает быть выше него, на мой взгляд, это колоссальный воспитательный момент, с которым трудно чему-либо еще соперничать. Вот настойчиво рекомендую, Наташа сама не будет так настаивать, но этот вебинар очень интересный, очень такой глубокий. Это тоже наша гордость, вебинар, который очень профессиональный, и вообще Илья Михайлович, Митюшев, он очень глубокий профессионал. И редкий, надо сказать, уже сейчас. Сейчас у нас, понимаете, вот энтомолог, вот сейчас вообще энтомологов нет. В Москве там единицы какие-то. Да, есть русско-энтомологическое общество, и когда я смогла смотреть труды Ильи, я вдруг увидел вот один из трудов, это перевод. Понимаешь? Я читаю эти термины по защите, я по-русски их не могу прочитать. Когда ты пытаешься это предложение дважды прочитать, а когда человек это переводит на английский, или с английского на русский, то уже какой-то... Англо-русский терминологический словарь-справочник по защите и карантину растений. Это какая-то высшая степень. Да. Ну и при этом, вот при таком глубоком уходе в науку, Илья Михайлович преподает в Тимирязевской академии, ну как она сейчас у нас называется, Рогауэль Саха имени Тимирязева, он при этом очень легко и очень доходчиво это читает, очень доступно. То есть, к сожалению, чего греха-то эти, у многих преподавателей вузов есть вот этот никуда не деваемый снобизм какой-то, как будто считают студентом, к сожалению. Это не они виноваты, это, видимо, время с ними делает, такой метаморфоза, какая профессиональная деформация появляется. Вот у Татьяны Буставны, которая у нас выступала, этого нет. А у Ильи Михайловича этого тоже нет, хотя они преподаватели вузов. И он очень это доносит легко. Он реально любит этих всех жучков. Вот он их реально... И он у меня, знаете, вот какое-то такое впечатление, вот этот вот профессор Паганель, он там, когда начинает это все рассказывать, ты видишь в нем этого профессора Паганеля, глаза горят, хочется ему одеть эту шляпу, этот сачок дать, как в фильме, да, у Паганеля. И, собственно говоря, вот он такой вот энтомолог. Удивительно. Очень интересный вебинар, да, всячески рекомендуем его. Причем обратите внимание, мы не говорили здесь про болезни, грибковые заболевания. Только вредители. Только вредители. Мы с трудом успели за 3 часа. Да, и вопросов было очень много. Вопросов было очень много. И вообще, да, да, очень хорошие такие отклики, отклики получили мы на него. Анна Самоделка написала вопрос. Семена глядичьи по Наташному совету залила кипятком. Проросли. Прекрасно. Ну, вот видите, не зря прошел вебинар. Ну, вот у Ильи Михайловича, вот у него презентации. Даже гады у него выглядят симпатичные. И действительно довольно много информации. Причем это современная информация. Нету вот этой заскорузлости, там, как это опять же часто, к сожалению, бывают и преподаватели вузов. Как вот учебник написан был в 74 году, так по учебнику 74 года. Он абсолютно в курсе всех новых препаратов, технологий, каких-то появившихся вредителей. Потому что, ну чего, греха таить. Завезли мы много чего. И сочинские олимпиады, к сожалению, серьезно пополнили свой банк вредителей. Привезли эти растения, которые теперь не знают, чего делать на побережье. Да, и много чего. Он все это держит. Он держит руку на пульсе. Он абсолютно такой современный преподаватель, который действительно в мишках встречается. Поэтому тоже рекомендую очень этот вебинар. Вот с этими милыми существами. Тополевый листаят. Гад, но симпатичный. Красивый. Но красивый. Алексей Овсянник. Это у нас, конечно, вебинар, который вызвал... Побил все рекорды. ...шквал посещаемости. При том, что, когда мы с Лешей договорились о вебинаре, Леша после этой договоренности успел прочитать его в Питере, ну, в сокращенном виде. В Москве. И мы думаем, ну, наверное, к нам никто теперь не придет. Ну, и хорошо. Будет у нас такой клубный формат. Посидим, поговорим о мхахах. У нас было просто столпотворение, потому что, действительно, тема животрепещущая. И надо отдать должное... Я даже не знаю имущество. Про всех по отчеству. Про Алексея, что он человек науки. Он тоже занимается этим очень глубоко и очень профессионально. Это никакое, это, знаете, желание хайпануть на теме. Абсолютно нет. Вообще, это удивительно, когда меня дошла эта информация. Опять же, я у себя на участке, так как я не люблю там помочь, я использовал в качестве эмульчирования старые ковры. И вот эти вот старые ковры просто разложенные вокруг растений свежепосаженных, которые, естественно, дренаж осуществляют прекрасно, а при этом не дают расти. Так как у меня преимущественно такие достаточно кислые, влажные почвы, то я вдруг увидел, как у меня эти ковры начали зеленеть, покрываться мхами. И меня посетила мысль, о чем вот у нас есть рулонный газон? Чего бы не сделать рулонный мох? Просто поднимаю этот ковер, а он мох, думаю, ну вот его наклеил каким-нибудь кластером там на камень. Прихожу домой, в этот же день, у меня письмо от Алексея, где он рассказывает о своей ферме по производству рулонного мха. Я думаю, в этом мироздании точно мы знаем не все. Мне пришла мысль, и он рассказывает про это. Я говорю, Леша, про это надо рассказывать. А он, как человек науки, а люди науки, они очень осторожны в своих, ну, как говорится, чем больше знаешь, тем аккуратнее высказываешься. Он говорит, нет, пока рано, я должен исследовать, я должен экспериментировать, я должен проверить, я не могу про это сказать. Я говорю, Леша, про это надо говорить сейчас, и чем больше, тем лучше. Мы его убедили, и он подготовил вот этот вебинар о мхах, где действительно довольно глубоко рассказано, одновременно глубоко и научно о мхах, и в то же время очень доходчиво, я очень много открытий для себя сделал, я вообще не думал, но после этого у меня мхи какие-то были инопланетяне. Как мох питается, как мох живет, как мох размножается, это что-то необыкновенное. А сколько их? А сколько их? Вот, и, конечно, это тема, которая только-только такая, мне кажется, брошенная первая семья, которая должна развиваться, и она будет 100% развиваться. Многие говорят, да что эти мхи? Ну, извините меня, у нас страна огромная, у нас во многих регионах это вообще чуть ли не единственная возможность, я не знаю, там вертикального озвленения. Или садов на крыше. А тут тоже есть опыт, это не просто человек из науки, который в пробирках выращивает мхи, опыты в том же самом Екатеринбурге, откуда Алексей, они делали фигуры из мха. То есть он рассказывал, какие мхи на чем растут, где, в каких условиях. Здесь вот этот подходит, а этот не подходит. Какая основа, да. Да, то есть тут очень такая серьезная тема, богатая. И мало того, очень интересное наблюдение. То есть вот они в Екатеринбурге, а все представляют, зону Среднего Урала, климат не самый мягкий. Вот. И они делали фигуры, там, по-моему, лось стоит, ну, у меня вот есть в Фейсбуке там даже сообщение, крокодил. И они закладывали на каркас металлический вот эти вот мхи. Что интересно, в процессе жизни этих фигур состав мухов поменялся. То есть не они их поменяли, а состав мухов поменялся. И уже этот лось и крокодил продолжают жить, но из других мухов, а не тех, которые были заложены. Это тоже эксперимент, это тоже понимание того, что нужно использовать, как это нужно использовать. У самого Алексея потрясающая диссертация по своей интересности. Но я сейчас просто не рискую об этом рассказать. Она не касается мхов, она касается ели, обыкновенной исследований. То есть это действительно человек глубоко в науке находящийся. Но мхи – это вот такая параллельная реальность у него. И он действительно с необыкновенной любовью о них рассказывает. И тут видно, как они показаны, с какой любовью. И посмотрите, да, образует кочку, то есть мы уже понимаем, что плоскость невозможна. Фоновые битвы, муховом покрове, высокая рекреационная устойчивость, то есть может быть в городе. И так про огромное количество мхов он рассказал. Огромный ассортимент мхов, да. Подходящий, например, для газонов. Но газонов тут, наверное, в кавычках, да, разумнее. То есть это то, что даст вот эту вот плоскость. И вот здесь вот фотографии уже, собственно, его фермы. Вот, собственно, Алексей стоит без головы. Это вот его выращивают на матах специальных мхи. То есть он сначала рассказал опыт иностранных, японцев, американцев, а потом показал свою вот эту вот моховую ферму. Да, и сегодня у него маты 18 видов мхов, которые можно приобрести. Конечно, масштаб еще не очень большой, но я прям вот почему-то уверен на 99,9% что вот за этой вещью во многом будущее. Да. Во многом. У нас какой-то вопрос появился. Светлана Антонова. «Было бы здорово прослушать лекцию на тему полевые растительные сообщества, возможности создания в ландшафте». Может быть, кто-то этим занимался, имеет опыт. Но об этом сейчас очень много кто говорит. Тут, конечно, мне кажется, надо разделять все-таки одно дело. Мы действительно говорим про растительные сообщества, боговые, да, или же мы говорим об имитационных моделях, которые, устраиваясь по определенному образу и по определенным схемам, эти самые сообщества имитируют, но ими не являются. Потому что, конечно, очень много, когда сейчас говорят про искусственные луга, речь идет не о формировании растительных сообществ луговых. Природных. Да. И это очень трудно, практически невозможно сделать. Это величайшая совокупность факторов. А в основном это идет именно, конечно, имитация. Да, ну про имитацию. Вот у нас здесь присутствует, кстати говоря, среди слушателей Сережи Калякин, который очень много мог бы полезного, как мне кажется, рассказать про растения, которые используются в том же Ульфианском саду. И мы думаем, что рано или поздно мы, Сереж, тебя уговорим поучаствовать в наших вебинарах, потому что действительно твой опыт и твои знания заслуживают абсолютно того, чтобы об этом услышали люди. у Сергея действительно очень большая есть уже такая база информации по реально увиденным в садам, по прочитанному, по сделанному, по сказанному. И свой опыт, я думаю, уже большой. Да, поэтому я думаю, что это могло бы быть интересно нам послушать. Ну, тоже спасибо вот за... Светлана, да, спасибо. Да, мы будем это иметь в виду обязательно. Запишем в наш список, будем над этим думать. Ира Окунева, Ирина Борисовна Окунева. Правильная сирень. Название вебинара Наташа придумала, и мне кажется, оно прямо в точку. Правильная сирень. Не потому, что есть неправильная сирень, а потому, что есть какие-то такие вещи, устоявшиеся штампы, заблуждения. Да. Чем мне нравится Ира, Ирина Борисовна? У нее нет этого восторженного сирень. Хотя человек много лет курирует коллекцию сирени главного ботанического сада имени Цицына. Она, тем не менее, говорит, плохая сирень, хорошая сирень. Плохо, хорошо, качественная. Это подходит, это не подходит. Довольно такой холодный... Расчетливый подход. Да. Что удивительно для человека, увлеченного сиренями, написавшего массу книг про сирень. И с другой стороны, это большой плюс для нас. Потому что за этой лирикой очень часто уходят... Тут тонкости, да. А у Иры такой подход, как у врача, я бы сказала, как у хирурга даже. Да, абсолютно. Зачем вам этот сорт? Он такой же, как этот, но у него... У него тот и тот. Тот и тот. А внешне вы их никак не отличаете? Зачем вам вот это? Зачем вы вот так вот делаете? То есть вот это вот развенчивание мифов. Ира такая, да. Она и людям говорит, что о них думают, и проселение говорит, что о них думают. И мы очень рады, что она согласилась нас вот этот вот вебинар прочитать. И он, мне кажется, получился тоже очень интересным. Да, и при всем при этом он получился достаточно красивый. Потому что, конечно, сорта есть необыкновенные. И фотографии у нее прекрасные. И мы научились отличать, наконец-то, сирень такую от сирени такой. То есть там она и, как это сказать, биологические, ботанические особенности рассказывает и про сорта. И, что очень важно, агротехнику. То есть вот очень много полезных сведений именно о том, что нужно делать с сиренью, чтобы она у вас была шикарная в саду. Сведения зачастую расходящиеся с общепринятым мнением. Да. По обрезкам, по прочим каким-то агротехническим приемам. Ей можно доверять, иначе бы мы не видели сейчас коллекцию сиренгария в главном ботаническом саду. Во всем его великолепии. Во всем его великолепии. Поэтому это тоже вот такой вот вебинар. Ну, Ира, традиционно очень эффектные презентации такие. Все всегда были, сколько я ее помню. Поэтому тут можно, да, насладиться действительно этими сиренями. Предлагаем тоже этот вебинар приобрести. Вот вы видите, что здесь и виды присутствуют. Очень полезные. Я вот уже этой весной прямо сразу после вебинара побежала, обрезала всю свою сирень, сейчас любуюсь. Наташа пишет, говорит, обрезала по локонево, и все прекрасно. И очень прямо, да, удовлетворена просто на 100%. Ну, тут вот мои вебинары, тут, конечно, мы рискнем заснуть, потому что очень много вот этого всего. Глобально мои вебинары делятся на две большие группы. Это вебинары по проектированию и дизайну, то есть о том, как сделать. А другие скорее, ну, я назвал это растеневодство, хотя там деморология, в общем, как бы, ну, такой общий. И вы видите, что их достаточно много, самых разных, которые, тем не менее, темы, прежде всего, интересны мне. То есть, в принципе, иногда понимаешь, что вот по какой-то теме надо рассказать, что по ней нет, но она неинтересна и не хочется браться. То есть я пока еще берусь только за те вебинары, темы, которые интересны мне. И многие видят в этих вебинарах отголоски каких-то статей, которые выходили там 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад. Потому что оно было интересно, и оно, вот Светлана Антонова пишет, видимо, про Рид Борисовна, что понравилось, когда рассказывала подкорбку. Да, да, очень. То есть да. Вот. И здесь вот эти вот глобально можно разделить на несколько таких групп, которые связаны непосредственно с проектированием. То есть у нас есть, например, ну, человек, если совсем ноль, да, хочет, вот, пришел на голый участок. У нас есть курс из семи вебинаров, который рассказывает обо всем вкупе, с чего начать и как продолжить. А вот уже прослушав его, человек может понять. Да, мне все понятно, но у меня вот из всего вот этого спектра слабое место дорожки. Хотелось бы поподробнее. Тогда он может приобрести вебинар по дорожкам. Или, мне все понятно, но у меня вот из всего вот этого слабое место цветовые сочетания. Тогда он возьмет вебинар по колористике. То есть его здесь нет. Мне все понятно. Это, видимо, из тех вебинаров, которые не записаны. Которые не записаны, да, мы его повторим. Отдельно хочется сказать, у нас такой сериал появился, не планировали ли он сам появился? Сериал именно, да. Да, по стилистическим, по стилистикам, по стилистическим каким-то темам. Потому что сначала вышел вебинар стилизации вообще, где мы рассказывали, как на участках одного и того же размера, одной и той же конфигурации сделать какой-то такой ассоциативный отсыл на берега Средиземного моря, на Дальний Восток, на какие-то, я не знаю, Ближний Восток или на какие-нибудь усадьбы подмосковные. За счет чего? Или в Японии, да? Вот. А потом мы подумали, а чего бы нам и про эти отдельные темы не сделать вебинары. В итоге у нас появилась на сегодня целая такая копилка. Кроме вот этой вот основной стилизации, есть рассказ про Средиземноморский сад, про сад. Мы сейчас дойдем. Да, мы сейчас дойдем там. Дойдем, дойдем. Вот. Ну, вот этот вот курс, кому он интересен, можете посмотреть. Семь этапов. Кто-то, может быть, вот эту книжечку, она уже сто лет назад выходила, у меня проектирование сада, там 10 этапов было. 10 этапов проектирования малого сада. Ну, здесь вот их семь, потому что в плане дистанционном оно так проще было подать. И это можно, да, приобрести, посмотреть, и потом уже, исходя из этого, выбирать те, те, которые вам более близки. Вот. Ну, темы самые разные. Вот эта тема вебинара «Сад и дети», многие удивляются, да что там говорить 3 часа про детей. Вебинар оказался очень актуальным и очень востребованным, и нам пришли очень хорошие отзывы о нем, поэтому даже это было удивительно, что столько народу это интересует. И оказалось, что 3 часов – это и не так много на то, чтобы рассказать. Потому что почему-то в основном, делая сад для детей, не сад для детей делается, а внутри сада делается детская площадка. Основной же посыл мой, как мне кажется, если появляются дети в семье, то надо переделывать сад под детей, учитывая безопасность, учитывая развитие, учитывая какие-то моменты, связанные с любознательностью и так далее. Не загонять на эту площадку, где стоит горка и песочница. Посадка родового дерева, опять же, из желудя. Посадка родового дерева, о котором мы уже сказали. В общем, такая вот попытка. Вообще, надо сказать, меня в свое время поразила до глубины души работа советских детских психологов, которые очень серьезно к этой теме относились. Действительно, написано достаточно много было методических пособий, как правило, на такой плохой бумаге, но которые были у любого методиста. Как правило, в детских дошкольных учреждениях в штатном расписании всегда присутствовал методист, должность которого вот эти все вещи были. Это очень интересно, потому что это совершенно не то же самое, что мы строим в сад для взрослого дядьки. Ну, совершенно не то же самое. И вот эта информация, которая была тогда, начиная от цвета и заканчивая про увлечение, потому что не все одинаковые. Но есть юные натуралисты, юные техники. Кто-то хочет скворечник мастерить, кто хочет огород растить, кто-то хочет строить с папой сарай. Вот эти моменты мы там попытались рассмотреть, его можно приобрести. А вот здесь как раз начинаются вот эти стилистические вебинары, которые посвящены именно не истории стиля. То есть никто не ставит задачу рассказать про классические итальянские виллы, ну, в конце концов, это очень интересно. Но тот, кто захочет, есть книги, где можно почитать про историю. Тут во всех этих стилизациях мы говорим о том, как, имея участок в Ленинградской области, в Московской области, в Новосибирске или где-то, сделать отсыл к этому стилю. За счет каких элементов. Напомнить, наполнить его этими элементами, чтобы каким-то образом действительно показать намек. Ну, или, как говорили раньше, на манер. На манер. На французский манер. На средиземный манер. Тот же Штюдель, на французский манер. Вот. И как это мы делаем? За счет растений, за счет планировки, за счет даже цветовых сочетаний. Мы вот в этих вебинарах... У нас там есть... Средиземный манерский ожидаемо был востребован. Ну, например, когда мы делали «Исламский сад», мне казалось... Мы думали, что мы для себя его делаем. Для себя его делаем, но казалось интересно, но там несколько людей спросили про «Исламский сад». Я никогда не думал, что «Исламский сад» будет пользоваться такой популярностью. Да. Или, например, вот я... Иногда у нас остается от программы учебная у студентов время, я говорю, ребят, ну вот смотрите, у нас осталось там два занятия, у нас свободное. Вот какой список я вам даю, вы из списка выберите темы, которые хотите еще послушать. Я, например, даю списки постелизации, но у меня вдруг выбирают не «Русский сад», не «Средземноморский сад», не «Модерн» «Исламский сад». Притом, что это не носители религии, это люди, которые хотят о нем узнать. И он тоже очень интересен в итоге оказаться. Вот это вот наш последний был постелизациям, где мы говорили о садах модернизма, не столько конструктивизма, как звучит название, сколько модернизма, который очень часто у нас путается с «Модерном», потому что вот он модерн, а вот он модернизм. Это, конечно, не одно и то же. И многие люди, которые так шли на этот вебинар про модернизм, про конструктивизм, они как-то, ну, что-то, они после этого вебинара говорят, прям захотелось это так сделать, не нужно мне никакое-то. Уже никто не хочет сельскую Англию после него, уже никто не хочет русскую усадьбу после него, уже все хотят декинги, наслаивающиеся друг на друга, прямоугольные водоемы, и геометры, и экраны стеклянные. Хотя такой задачи мы не ставили в свою секту людей, перевести, но, тем не менее, он действительно очень выразительный. И он за очень малое количество приемов может сразу дать очень, если там какой-то эффект, сразу большой эффект. Тоже про это говорится. Ну, модерн – это моя любовь, многие знают, что я очень так писал про него раньше много, и меня всегда, мягко говоря, беспокоит, когда модерном называют не модерн, а модернизм, да, в ходе того, что приходишь там куда-нибудь, и там мебель продается. У нас от классики до модерна. Хочется поправить менеджера-продавца. У нас не от классики до модерна, а от классики до модернизма. А модерна у вас как раз нет. Потому что он дорогой и индивидуальный. Но он очень сложный, он очень дорогой, но он очень, конечно, красивый. И вот эти вот все моменты, которые с ним связаны, они для очень большого людей близки. И многие восхищаются, понимают, что себе так никогда не сделают. Мы к ним восхищаемся. А мы говорим здесь и о подборе растений, и о планировочных решениях, и о подборе материала. Если кто-то вдруг захочет его сделать, наберет этих денег и возможностей, то может быть. Ну, такой вот. Вот исламский как раз сад у нас был. Честно сказать, я, знаете, как там, но не был старый. Уже сам понял, они не понимают. Профессор объясняет, да? Я, когда стал к этой теме готовиться, залез чуть глубже, чем я это знал, и просто был порабощен вот этим темой. Темой, да. Конечно, тема намного более глубока, чем сама история ислама. Потому что мы там говорим и про персов, мы там говорим про сады моголов в Индии, все эти индостаны. И это то, с чего начался тот самый исламский сад. И потом уже мы его стали называть исламским по причинам всем понятных, историческим каким, потому что он стал принадлежностью рабов. И он же имеет куда более глубокие корни. А если говорить вообще о том, что персы оставили в культуре, в науке, в садоводстве, это просто какой-то непочатый край. Ты видишь, огромное количество того, что мы сегодня имеем, пользуемся. Мы не знаем, что это оказывается из ислама пришло. Ну, не из ислама. Ну, не из ислама, да. Я, если случайно, делаю вот такую вот табличку, я просто ее показываю. Вот видите, как описывается в метро пишут, вы находитесь здесь. То есть, вот он ислам. Самая молодая религия, как известно, 7 век. А вот здесь мы видим начало истории исламского сада, который мы стали так называть. Вот этот отрезочек между этими шариками это тысяча лет. Тысяча лет, тысяча лет, тысяча лет. Ислам появился только здесь, а сад уже здесь был. Тот самый чербак, тот самый сад четырех... Видите, опять на нем останавливаюсь дольше, чем стоит. Да, очень. В Японии тоже очень много было написано, сказано. Японский сад очень выразительный, японский сад очень здорово сочетается с современной архитектурой. Вот эти вот серии вот этих вот вебинаров про стилизацию, она может быть очень кому-то интересна. Многие помнят эти дебаты на сайте веб-сад о том, есть русский сад или нет русского сада. Многие помнят эти дебаты на странице журнала «Вестник Цветовода». Была месяц моя статья, месяц статья Юрия Борисовича Марковского «Санкт-Петербург», месяц моя статья, и уже даже, я так понял, редакция начала нас провоцировать, подстегивать. У нас такой был ринг на странице журнала, где я пытался сказать, что русский сад есть, Юрий Борисович пытался сказать, что русского сада нету. Ну, понятно, не так утрированно, я допускал что-то, и он допускал что-то, но тем не менее, глобально. И это были очень интересные такие довольно много лет назад разборки, как бы сейчас их назвали, вернее, не сейчас их назвали, как в 90-х их назвали. И вот вдруг появляется этот вебинар, где мы вспомнили немножечко о тех спорах, где мы поговорили о том, а какой он все-таки, если он есть, и что, из чего он состоит, и какие-то растения, какой он этот русский сад. И приятно было отметить, что, это тоже показатель, Наташа, что если мы опять вспоминаем пиратов, то это был один из самых скачиваемых, скачиваемых, и один из самых воруемых. Да. Вот. Ну, наверное, плохое воровать не будут. Да, в этом тоже есть какая-то статистика. Статистика. А есть такая садовая стилизация, которая вообще говорит о стилизациях разных, обобщает их, и мы говорим о том, как нам что-то сделать. По поводу стилизации хотелось бы от себя внести предложение тебе продолжить в следующем году этот сериал. я могу сказать, что мне на почту приходили запросы по поводу английского малого или коттеджного сада. То есть вот английский сад почему-то хотят тоже. У него более подробно. И вот Анна Самоделка нам пишет, что и стилизациях интересна послушать о скандинавском, о финском романтизме. Ну, это очень интересно, достаточно сложно, это очень интересно. Может быть, подумать, кого-то пригласить. Да, да. И вот еще Елена Титова писала про вебинар про птиц, с которой мы говорили, есть ответ на вопрос, что делать, когда птицы разбиваются об окна дома, особенно на лесных участках. Да, там есть ответ на этот вопрос, обсуждается и действительно как бы решение есть. Тут продолжение идет по дизайну формы крон. Фактически, что такое форма крон? Это те кирпичики, из которых мы складываем объемно-пространственную структуру сада. Мы должны недооценивать вертикали, мы не должны переоценивать вертикали, мы должны четко понимать, сколько вертикалей, где вертикали, сколько шаров, сколько полокольчик форм и так далее. Наташа подобрала потрясающие живописные полотна к этому вебинару, и они снабжены вот этими самыми разными такими, примежевываясь фотографиями конкретных видов, какими-то вот этими интересными. Вообще, у нас очень часто присутствует живопись в вебинарах, мы тоже считаем вот такой своей фенечкой, и это довольно такая тоже приятная вещь, как мне кажется, трудно, например, еще и образование, оказывается, и художественное образование, и художественное образование, да, дополнительное какое-то. И вот форма крона это такая тоже очень интересная, но я бы ее рекомендовал тем, кто находится в начале пути, потому что она такая больше основополагающая, ну, как действительно такой форма образования. У нас очень много, фрагмент той самой презентации, вот очень много говорят, вертикалей не должно быть много. Я же говорю, что да, их не должно быть очень, не должно быть много, но если их очень много, то это абсолютно реально, потому что они перестают быть вертикалями, становятся просто фоном. То есть, конечно, по идее, да, вертикаль это акцент, доминант, но если у нас вот такая история случается, тосканская какая-то, где оливки в массе, кипарисы в массе, и какие-то инжирные деревья в массе, чего бы нет, они просто перестают быть вертикалью. То есть, вот про эти вещи мы тоже там говорим и останавливаемся. Реконструкция старого сада. Это отдельная тема, и, как оказалось, тоже для очень многих актуальная, потому что одно дело проектирование, вот курс по проектированию чистого листа. Чистый лист, человек пришел и пытается понять, что ему там делать. А другое дело, у него сад, где корни пустил, где жили его дед, бабка, мать, отец и так далее, который уже имеет свой массив деревьев, яблоневый сад, историю, дом и так далее. Как из него сделать красиво, если в какой-то момент человек понял, что его не все устраивает. Об этом и этот вебинар. Это совершенно другой алгоритм. Он, конечно, перекликает с тем алгоритмом, но это совершенно другие законы. Я должен сказать, что если про обычное проектирование сада многие пишут и говорят, то вот так вот легко найти информацию про реконструкцию сада. Конечно, кто-то скажет, проще все снести и построить заново. Да, проще. Но если снести здание, его можно построить таким же. А если снести сад, его можно сделать таким же. Ну, надо, полвека. Вот количество огоньков говорит о том, что тема актуальна. у нас тут загорается реакция аудитории, мы видим, которые живут наши слушатели. И действительно, и надо сказать, что очень здорово помогла работа с Наташиным садом, который стал таким основой для этого вебинара, как фотографическая основа. То есть понятно, что у меня были другие реконструкции, но здесь потеряна где-то связь с владельцами. А Наташа продолжает фотографировать свой сад. И видно, что когда-то исправили, как оно в итоге отразилось. Потому что примерно была такая же история, да, Наташа? Да. То есть был сад с очень интересным набором растений, но многие, я так понимаю, сажались стихийно. Где место нашла, тогда я воткнула. И потом мы пытались из этого сделать как-то более это цельно. И, кстати, вот здесь эти фотографии как раз этот сад Наташа. То есть можно, да, его тоже послушать им. Сад для увлеченного садовода. У нас меняет он название, этот вебинар по-разному мы его называли, но смысл когда-то мы говорим сад коллекционера, когда-то сад увлеченного садовода. В чем смысл? Это сад для того, кто, скажем так, не готов подобрать растения, купить их, посадить и дальше идти удаваться. Это тот человек, который понимает, что ооо, а теперь оно еще есть и с оранжевыми цветами, оно мне надо. Ооо, а теперь оно еще есть и плакучие, оно мне надо. То есть он понимает, будучи здравомыслящим человеком, что он болен, что он не сможет остановиться на покупке тех растений, из которых он создаст композиции и будет продолжать эти растения приобретать, они будут продолжать какие-то из его сада уходить, какие-то приходить и так далее. И здесь попытка тот алгоритм проектирования переформатировать таким образом, который позволил бы этому человеку не сделать разовый сад, как это делает ландшафтник для своего заказчика, и дальше просто получить деньги и уйти, а тот сидит и любуется, а жить этим садом. Сад в динамике. Сад в динамике. Как это сделать? Об этом рассказ именно в этом вебинаре. То есть мы говорим о том, как вот этот вот здесь видите, хочется много, хочется разного, хочется всегда. Как вот это вот хочется много, хочется разного и хочется всегда совместить с садом, который хочется, чтобы был красивый. Подобрать к нему какие-то инструменты, чтобы как-то это все упорядочить. как раз. Ну и надо сказать, что я отчасти это делал вебинар скорее для себя, чтобы свои собственные мысли по полочкам разложить, потому что я прекрасно понимаю, что мой собственный сад никогда не будет красивым садом, это всегда будет, ну условно говоря, полигон, экспериментальная площадка, потому что, ну прежде чем рассказывать про какое-то растение, надо попробовать его, посмотреть, что оно из себя представляет, вырастить его и потом уж про него рассказывать. В результате вот оно вот живет. И ты понимаешь, что ты не можешь создать едино композиции, один раз посадить их и успокоиться, что у тебя постоянно будет ротация, как в ботаническом саду. С рекомендациями или не с рекомендациями. И когда я для себя это по полочкам разложил, для себя выработал систему, я подумал, что теперь можно ей поделиться и с теми, у кого такая же проблема. И вот в этом вебинаре мы именно этим делимся. Малоуходный сад. Тоже про меня. То есть, когда понимаешь, что, ну, трудно, я не помню, по-моему, как раз Сергей Калякин вот эту тему заводил на одном из форумов, сколько вы готовы часов работать в своем саду в неделю. И я помню, не помню даже, где это было, на каком сайте, меня поразило очень разные ответы людей. То есть, начиная от того, что я готов в семь дней сидеть, полоть, и заканчивая, что я приезжаю на выходные, два часа я могу поработать и больше. Я тогда на себя, это там, правда, не участвовал я в этом вопросе, но если я так переложил, я понял, что я не готов в семье неделю. То есть, мне хочется еще и полюбоваться, чем я делаю. И начинаешь смотреть, а что же можно где минимизировать. Понятно, что неуходного сада не существует. Это фейк. Любой сад требует какого-то ухода. Но снизить этот уход все-таки в наших силах. И такое вот тут, может быть, не столько лекционное повествование, сколько набор лайфхаков, как бы сейчас сказали, которые может минимизировать этот уход. Но, конечно, не избавиться от него. Если это кому-то актуально так же, как для меня, тоже можете этот вебинар посмотреть. Но это вот отдельный, один из самых наших старых вебинаров. Он три раза был и три раза собирал большое количество людей. То есть это удивительно, да. Кажется, что на второй раз никто не придет. А когда на третий раз приходит толпа людей, причем некоторые повторные, вот это уже о чем-то говорит. То есть я тут не говорю о том, из какого материала, какой пирог мы готовим под дорожные одежды, как мы делаем там дренаж, отводные каналы, стоки. Мы тут говорим именно о проектировании дорожек. То есть как задать эту трассировку, как сделать ее удобной, как соединить какие-то точки. И многим вот это почему-то кажется вообще не важно. То есть важно, чтобы она была прочная, качественная, а куда она поведет. Какую подушку делать, главное. Да, типа устоит или не устоит. А потом в последний момент там колышек втыкают перед тем, как плитку посчитать, один и второй. Но дорожка это очень весомая. Я всегда на своих вебинарах говорю, что все неживое для нас на порядок более важно, чем живое в саду, потому что оно привлекает к себе внимание так, как ни одно живое. То есть, словно говоря, у нас стоит фонарь полтора метра, и туле западной полтора метра. Человек сначала посмотрит на фонарь полтора метра. У нас замощенный метр квадратной брусчаткой и загазоненный рулонным газоном метр квадратный. Человек сначала посмотрит на... Поэтому дорожка, конечно, особенно из участок небольшого размера, там 6, 8, 12 соток, это важнейший элемент, который может либо разрушить все то, что сделано из растений, либо очень подчеркнуть. И мы говорим именно об этом. О взаимодействии ее с растениями, о взаимодействии ее с кромкой газона, о ее ширине, о связи точек и так далее. Но я бы рекомендовал все-таки слушать этот вебинар после того, как либо курс прослушан, либо уже какой-то вот. Вот это вот тоже. Сезонной изменчивостью никого не удивишь. Ну, только ленивый не написал про осеннюю окраску, про весеннее цветение, про пообношение, про декоративные побеги, я тоже про это писал. Но ритм жизни современного человека таков, что нам в пору говорить о суточной изменчивости. Если раньше там 21.00 посмотрели программу «Время», легли спать утром на завод, то сегодня, конечно, мы видим даже в городском озеленении, ну, парки наполняются московские, в 18.00 только начинают наполняться. Да, да. И начинает пик этот, да, расти, и там только к сумеркам люди уходят, и многие из них открыты парки круглосуточные. То же самое частный сад. Человек пока добирается по пробкам в свой сад, приезжает, ну, хочется после работы с семьей пообщаться, не сразу спать идти. И вот этот вот ужин на вечерней веранде, да, хочется и сад видеть, чтобы это был красивый сад. Не только же, ну, да, воскресенье, там, семейный обед, ты увидишь его днём, а вот здесь. Не все растения одинаково хороши вечером, не все растения одинаково хороши солнечным днём, всегда это бывает всё по-разному, и об этом мы говорим здесь, ну, и, конечно, никуда не можем в этой вебинаре детсад сезонной изменчивости про неё тоже говорим. И говорим не просто о том, что это растение красное, это растение жёлтое осенью, немножечко есть повествование о механизмах. Почему это происходит? Когда у нас образуются антоцианы, краще пигменты, и что можно сделать, чтобы оно было более красным, менее жёлтым? Или вообще ничего нельзя сделать? Понятно, там, с берёзой ничего нельзя сделать, она будет жёлтой осенью, но какие-то растения можно вызвать большее количество приток антоцианов, и тогда это начинает работать. Вода. Ну, так же, как дорожки. Вода – это, конечно, вообще вода, вода и камень. Это такие, на мой взгляд, даже более важные элементы сада, чем растения. И они, на мой взгляд, должны быть в любом саду, потому что это вот иньянь, то самое, если вы говорите о восточной философии иньянь, если говорить о европейской философии, единство и борьба противоположностей, на которых стоит мир, и, собственно говоря, вот это женское начало – вода, мужское начало – камень. Другое дело, что это те же самые дорожки, это камень, да, там, и что вода, может быть, символически там галька изображена. Это что такое растение? Растение – это такое легкие, обволакивающие мишура, которые вокруг вот этого каркаса, вокруг всего есть. Вот. И три часа мы говорим о воде, о воде в разных стилистических садах, о ее использовании, как сделать, чтобы скрилось, как сделать, чтобы журчало или наоборот не журчало, как сделать, чтобы отражало или не отражало, о водных устройствах, и иногда кажется, три часа это мало. Потому что вода, конечно, я думаю, она должна быть в каждом саду. Просто у кого-то это будет бочка стоять, как у Наташи с нимфеей, а у кого-то это будет пруд большой, а у кого-то это будет колонка а-ля старый английский сад, а у кого-то сухой ручей, но это все равно вода. Опять же, мы не говорим здесь о конструкциях фонарей, о конструкциях водоемов. Это я сам, когда делаю свои объекты, я прибегаю в этих расчетах к помощи других людей. И у нас выступал, кто был на наших очных лекциях, Владимир Ханин, который эти водоемы у меня на участке делает, он как бы с инженерной точки зрения. Но конфигурация, найти место для этого водоема, это я не доверяю никому. И вот тут рассказ вот об этом. Декоративный огород. Тоже, казалось бы, такая тема, но что про него еще можно сказать? Но уже про декоративный огород уже... Только ленивый не написал уже про него. А начинаешь копаться, и даже руки чешут, что себе сделал декоративный. Я себе, кстати, и Наташа начала себе делать декоративный огород. Чем больше мы говорим об этом, тем больше нам самим это хочется. У меня, правда, не огород, а ягодный декоративный. Ну, вот тоже захотелось. Кстати говоря, отсылка с ламой идет. Удивительно. Сам случился такой. И здесь действительно мы начинаем говорить про огород не столько с точки зрения агрономической, сколько с точки зрения эстетической. Вообще, что такое декоративный огород? Посмотрите, мы просто понимаем его как сад. У нас есть следовая точка, у нас есть акценты и так далее. Просто некоторые, конечно, декоративный огород воспринимают очень странно. И у нас писали люди об этом. Вот слово декоративный в русском языке для очень многих означает нефункциональный. Знаете, это декоративная тарелка, ее на стенку вешают, из нее не видят. Как имитация. Да. Или это там декоративное что-то, то есть нефункциональное. И именно вот это вот значение этого слова для многих позволяет словосочетание декоративный огород воспринимать как скорее цветник с овощами, нежели красивая овощная грядка. Моя же философия иная, но цветник с овощами это само собой, хреновые цветники с хреном, то бишь. Это да, это здорово. Но мы говорим здесь именно о красивой грядке овощной, с которой можно резать, можно есть, где рядом лежит горка сорняков, где тут же стоит лейка, которая является сама по себе эстетическим элементом, ценностью эстетической, которая в эту вот картинку все дополняет. Соблюдо села оборот. Да, то есть о том, как мы это действительно можем давать, делать, чтобы это было одновременно и красиво, и полезно. Вот. Ну, такая тема, она очень легко слушается, очень легко читается. То есть, есть темы, которые держат напряжение, а есть темы light, такие, легко слушается, легко читается и красиво смотрится. Красиво смотрится. Садовая иллюзия. Тут немножечко присутствует магия, мэджика такого, потому что в разных вебинарах у нас это всегда присутствовало, и мы обратили внимание, что на это люди реагируют. Реагируют. Да, это очень их волнует. Потому что я рассказываю, например, в лекции по колористике, как расширить участок, тюзить, и сразу вижу, куча вопросов. Или я рассказываю в лекции по объемно-пространственной структуре, как с помощью объемов расширить суть, и мы решили сделать такой вебинар. Визуальное изменение пространства, сада, за счет разных способов. И мы три часа только о них говорим. То есть, играем в Копперфельдов, было у нас маленько и узко, а нам надо сделать широко. Понятно, что не все можно сделать всегда, иначе бы участки на первой линии морского побережья не стоили дороже, чем на второй линии, если бы все можно было сделать только цветом и объемом. Но многое можно сделать, очень многое. Иногда это незатратные способы, это просто другой подбор растений по цвету, это просто другое решение рельефа, это просто другое расположение объемов растительных и так далее. на этом мебинаре мы три часа только работаем за счет цвета, за счет света, за счет объемов, за счет планировки, как сделать так, чтобы узкое казалось шире, слишком широкое уже. Тоже, кому это интересно. Выше, ниже, светлеете. Совершенно особенная тема, была в свое время статья по ней, потом у нас на РФК была статья выложена и сейчас она выложена. Нам тоже казалось, что будет непопулярно. Да, думали просто записать. Записать, что было для коллекции? Оказалось, что нет, очень волнует многих. Народу было достаточно много. Ну, оно, наверное, объяснимо, Наташ, потому что, как мы с тобой тогда говорили, свой сад есть не у всех. Да. А вот этот вот кусочек будет у каждого. У большинства, да. У всех. У всех. Ну, почти у всех. Вот. И он тоже хочет, чтобы было красивое место близкого человека, у последнего покоя, близкого. Это такой мини-сад, да, маленький. За память, можно сказать. Вот. И, конечно, первый момент было желание рассказать именно о растениях, о подборе, но, когда стали копаться, оказалось, что, ну, далеко не все можно сделать даже просто с точки зрения законодательной базы современной. То есть, я далеко не везде могу на могиле посадить дерево, где хочу. И я стал параллельно копаться в этой законодательной базе, в каких-то статистических выкладках, которые есть. Это тоже интересно, на самом деле. Вот. И мы, конечно, там говорим о растениях, но мы говорим и о том, что можно и что нельзя, ссылаясь на документы. И немножечко залезли в историю. Да, история очень интересная, Александр сказал. с захоронений, потому что мы даже если просто возьмем историю славянских захоронений, да, как это, а вот если посмотреть на мировую историю захоронений, ничего неожиданного. Это удивляет очень сильно, и там, конечно, мы на этом подробно не останавливались, но просто типы вот этих разных захоронений мы перечисляем. Это интересно само по себе. Ну и старались это не делать такой, знаете, печально-черной темой, потому что наоборот как-то старались. Все равно хотелось, чтобы это была такая если и грусть, то светлая, да, то есть не уходили в какой-то такой совсем траур, вот, и мне кажется, нам это удалось. Вот, поэтому если кого-то эта тема интересует... Да, вебинар получился очень хороший, интересный, красивый и легкий. Легкий. Вот главное, что легкий, потому что больше всего не хотелось... Да, больше всего не хотелось травы, да. Вот. А другая группа, я понимаю, что уже утомил именно своими вебинарами, другая группа вебинаров моих, которые можно приобрести, это так называемое простеневодство, но немножечко, может, неудачное обобщение, но тем не менее, это все, что касается использования растений, ассортимента растений и какого-то такого, может быть, особенного подхода в их использовании в саду. и здесь достаточно много чего есть. Ну, вот это вот, многие слушали очно, эта тема, она в разных городах читалась, про обрезки, формовки, которые усиливают декоративность растений. Я не претендую на рассказ, там, о санитарных обрезках плодовых деревьев, для этого есть специально обычные люди. Я не претендую на рассказ о топиарах, у нас об этом прекрасно рассказал Алексей Щулюпин, и мы об этом в вебинаре тоже скажем. Но есть целый ряд агротехнических приемов, как правило, не сложных, но которые могут какому-то виду или сорту растения позволить предстать в лучшем виде. То есть, он показывает какие-то такие свои характерные особенности, которые он не покажет, если к нему этот способ не применить. Это и посадка на пень, которая совершенно меняет размер листовой пластинки, краску листовой пластинки, меняет цвет коры побега при этой посадке на пень. Это и какие-то моменты связаны с удалением соцветчих соцветий, это и какие-то вещи связанные с выращиванием в виде штамба каких-то растений. Тогда там у того же хеномериса мы видим там цветки. Ну, то есть, какие-то вот эти вот моменты, они в этой теме рассматриваются скорее тоже так, как набор способов, не какой-то такой монолог, а именно набор таких способов, который может помочь. Отдельная тема тоже, она не популярная, и понятно, почему она не популярная, ну, что типа. Но она и меня беспокоит очень, и Наташу беспокоит. Я знаю, что многих из присутствующих здесь беспокоит людей. У нас есть огромное количество удивительных растений, которые не используются в инзалинении, хотя они испытаны. Ну, здесь даже у меня выкладка, видите, есть, это один из слайдов, который там есть. Опыты продукции ГБС. Более трех тысяч видов древесных растений было отобрано за 70 лет. Это только древесных. Про тременности не говорим, а там тоже отдельный список. И из них пятистам примерно, на полтысячи, поставили перспективность один. Это что означает? Это означает, что они хороши, эстетически, они выдерживают климат, они имеют широкую пластичность экологическую. Что мы дальше смотрим? Мы смотрим эти 500 растений, которые здесь за семь видов, у которых еще есть сорта, 500 видов. И смотрим, например, список АППМ, то, что сегодня предлагают питомники. И мы видим, что из этих 500 растений у нас выращивается в наших питомниках по списку АППМ предоставленному 200 видов. То есть 300 видов меньше половины. Я не говорю, что оставшиеся 300 видов обязательно нужно ввести. Но я думаю, из этих 300 видов много чего интересного можно было бы использовать. При том, что много чего выращивают, то, что не рекомендовалось ГБС, потому что то, что рекомендовалось превосходит это. И мы вот такие периодически делаем лекции и об этом рассказываем на экскурсиях, когда мы ходим. Надеюсь, все-таки у нас случатся экскурсии в этом году. И кто у нас живет в Москве или рядом, обязательно присоединяйтесь. У нас есть новые задумки. По старым маршрутам в нашем ГБС мы обязательно пойдем. И там мы видим эти растения в роскошном состоянии, но люди постоянно говорят, ну а где же их купить? И может быть, вот эти вебинары, они опять же спровоцируют вопрос потребителя, запрос питомники. И человек спросит, а я хочу зонтаксилом американский. И понятно, с первых двух питомников его пошлет, а третий человек задумывает, что это такое он спрашивает, дай посмотрю. Слушай, смотри, растет хорошо, эффектно выглядит, пахнет. Давай посадим зонтаксилом американский. Или обилию корейскую. Или орексу. Или орексу. Или чебушник садзуми. Да и много чего другого, о чем мы рассказываем в этом вебинаре. Орексу как раз декоративный огород. Пахнет супом. Суп, лавр. Фактически. Яблони. Ну это такая любовь. Яблони в саду. Хочется прям запеть. Яблони цветом. Мы говорим не только о видах и сортах. Мы говорим и о том, как ее использовать в саду. Где ее место. Аллеи, солитеры, массивы. Какие у нее компаньоны. Даже плодовый сад. Да, и как плодовый сад. Потому что какое-то вот такое деление яблони на плодовые сорта и декоративные мне кажется нелепым. Я бы сказал так. Все яблони декоративны, но у некоторых из этих декоративных деревьев, предельно декоративных деревьев есть потрясающие по своим качествам крупные, сочные плоды. А у некоторых нету таких плодов. Но они остаются декоративными. И вот это вот деление и вот это вот идущее откуда-то, что вот я выделяю угол под яблоневый сад. Это утилитарное. Да, здесь у меня плодовый сад, яблони, а здесь у меня... А чего не посадить вот эти три плодовых яблони группой на газоне и любоваться ими как декоративными растениями, а потом под них прийти и еще собрать плоды. Тоже, да. Вот об этом мы говорим здесь. И для меня, конечно, это растение не перестает удивлять, потому что, ну, во-первых, современная селекция. Ты видишь новые вот эти сорта. Ну, как новые. Они у нас новые. Так-то они не новые. Там какие-нибудь... на зелтине вертикаль с махровыми цветами или бренди мэджик сакура-сакура. А с другой стороны наследие. Мы вот с Наташей были на экскурсии в ботаническом саду МГУ на Ленинских горах, где потрясающая коллекция видовых яблони. И эти видовые яблони, которые живут, соответственно, уже, получается, с 50-х годов, с конца 50-х, и за это время уже были засухи, суперморозы и все, что угодно. Они живы. Они потрясающие. Там какие-то есть необыкновенные листовые пластинки. Сосенняя окраска, что для яблони редко. И колокольчики, нераспускающие цветки. И смотришь, это экзохорда. Нет, это яблони видят. Смотришь, это холезия. Или это боярышник. Боярышник. Нет, это яблони видят. Это, конечно, удивительно. Особенно учитывая тот факт, что у нас красиво цветущих деревьев очень мало. То есть очень много из того, что мы видим из красиво цветущих деревьев в Европе, в Америке. Это у нас не живет. И если дендрологии какие-то американские, как правило, рассказывая о деревьях, делят все на две группы. Flowering trees и Shadow trees, то у нас деление это невозможно, потому что у нас во флаурингах только останутся. Там яблони, продвинутые рабинии на север яблоковым. Катальпы яблоковым же продвинутые на север. А там какие-то павловни. В общем, забудь. Ну, каштанку. Вот это вот здесь, в этом вебинаре, конечно, про яблони много чего. Ну, это вот наши сейчас современные после реконструкции ВДНХ использования яблони. Вот такие вот лабиринты из яблони эверест. Довольно эффектно смотрятся. На экскурсиях мы все видим. Очень, если я сказал, что, например, огород легкая тема, дети, сад и дети легкая тема, вот корневые системы, там надо сидеть в напряжении. Она сложная, но очень важная. Важная, да. Именно важная. Почему-то очень многим людям кажется, что если они придумали грамотную композицию и посмотрели, что все у них на земле, они пересекаются кронами, все растет, то у них зеркально там повтор внизу под землей, и там все хорошо. Это не так. Конечно же, на самом деле, если мы смотрим на растения, наземная часть, у нас снизу может быть все совсем по-другому. И вообще, конечно, вот эта тема подземная, ну потому что она подземная, она и не такая раскрытая. Наземную часть дерева любого описания, кто клянивый не описал. Да, да. Куча описаний, все описали стволы, ветки, листья, плоды, а корневые системы единиц. И когда вот первая статья моя писалась, как раз в журнале Садовник по корневым системам, тогда очень много информации, а еще до этого, когда я готовил свою кандидатскую диссертацию, она у меня заключалась, тема была использования контейнерного выращивания в питомниках средней полосы России, и там очень глубоко эту тему приходилось копать, потому что лимитирующий фактор выращивания растений в контейнерах у нас это промерзание. Это вот все сложилось, эта информация, и мне показалось, что если его дополнить, то может получиться вебинар неплохой. Но он действительно получился неплохой, скажу лишь, что меня с этим вебинаром приглашают, например, многие питомниководы, питомники наши, которые просто просят почитать это для сотрудников. То есть просто я читаю это для сотрудников, чтобы они знали, а что там в контейнере происходит, когда растение посажено, а что там происходит, почему вот здесь можно ехать трактор, а вот здесь нельзя ехать. Но, повторюсь, она такая, требует, её, наверное, надо слушать вебинар трёхчасовой, час послушал, на второй день второй час, на третий день третий час. Ну, и она интересная, потому что у многих, вот, например, возникают споры, допустим, сосна только на песках растёт. Что вы говорите глупости, вон на болоте прекрасно растёт. А оказывается, дело всё в корневых системах. Если взять сосну из песка, взрослую пересадить на болото, она, естественно, сдохнет. А если она выросла из семечка, да, пролезла. Да, да, всё верно. То есть это... То у неё сформируется корневая система, именно с учётом гидрологического режима места, и она будет прекрасно там себя чувствовать. Это означает, что я не могу на болотистый участок или с участок с избыточным увлажением посадить взрослые крупномерные сосны, но я могу туда посадить маленькие сеянцы. Да, я буду ждать, но они будут там жить, я буду... И таких примеров очень много, которые есть, как это... Или, например, знаете, промерзание, непромерзание. В основном в Фейсбуке спор. Не промерзает. Да как не промерзает норма строительного промерзания полтора метра? Промерзает. А если промерзает, почему не дохнет? Оно всегда, естественно, промерзает. Но у каждого растения свой предел минуса для корневой системы. Этот предел минуса намного меньше, чем у наземной части. Как правило, в два раза меньше. То есть, если ель обыкновенная выносит наземная часть минус 40, то подземная часть выносит минус 20. Если яблони выносят минус 30, то корневая система яблони минус 11, минус 15. Это означает, что если почва промерзает на минус 30, почва в зоне корней, то она умрет. И это означает одновременно то, что, значит, раз у нас столько яблони в садах, у нас почва настолько здесь не промерзала. Ну, конечно, от подвой здесь. Про все эти вещи довольно сложные, но интересные мы говорим в этом вебинаре. И вот эта тема тоже не самая простая, но я прям считаю своей даже, может, какой-то, может, звучит как-то высокопарно, миссией доносить это, потому что, ну, честно скажу, задрали со своими USD-зонами. Ну, задрали. Вот я не случайно этот слайд здесь показываю, потому что, когда все питомники, все каталоги, все книжки написаны, пятая, четвертая, третья зона, я просто всегда вот это вот говорю. Вот в пятой зоне, если вы посмотрите внимательно на эту карту, в пятой зоне у нас такие города, как Санкт-Петербург, Москва. И, в принципе, это неудивительно, хотя уже на определенную базу настораживает. Но если вы посмотрите дальше, вы увидите, что в этой же зоне, например, находится Архангельск. Что в этой же зоне находится Мурманск. Ладно, в этой же зоне находится Киев. И в этой же зоне находится Астрахань. И когда я первый раз увидел это, это был польский каталог на русском языке, который Союз Польских Питомников выпустил, чтобы продавать успешные растения на территории Российской Федерации. Я увидел и говорю председателю Союза Польских Питомников, что, знаете, у нас даже кто очень плохо учился в школе, поймет, что какой-то здесь что-то не так. Подвох. В Астрахани ассортимент такой же, как в Мурманске. Он говорит, а что же делать? Мы же не можем уже исправить. Я говорю, ну проще отказаться вообще от этих зон, потому что прекрасные фотографии, прекрасное описание растений, это более чем достаточно. Они говорят, мы что-нибудь придумаем. Знаете, что они придумали? Они в следующем тираже стерли название городов. Просто стерли название городов и оставили только Москву. Но если вы посмотрите по речкам и заводием, то вы увидите, что города в тех же зонах находятся. Это не значит, что она неправильная. Она просто построена по одному единственному критерию изотерма, то есть температура. И когда коллегам я говорю, что это не так, они говорят, ну хорошо, но у нас же ничего своего нету, и вот тогда уже заводишься. Потому что именно у нас были разработаны потрясающие по своей подробности изложения зоны культурного дендрорайонирования на всю территорию Советского Союза, для каждой из которых были описаны характеристики и ассортимент растений. И вот почему я сказал про миссию, потому что чем больше с разных площадок мы будем говорить о том, что существует эта система, что никто не говорит отказываться. Естественно, если бы ничего другого не было, мы бы не отказывались. Она существует, соответственно, надо просто это взять и использовать. Вот это вебинар об этом, и там же эти рассылочные материалы мы все предлагаем, где эти зонирования есть, они и присутствуют. И вот здесь вот похожая тема, пересекающаяся, просто климат, как известно, это только один из параметров экологических факторов. Но у нас еще есть свет, влажность и так далее. И мы решили сделать такой вебинар, который не посвящен отдельно теневым растениям, хотя такой есть, отдельно засухоустойчивым растениям, а именно посвящен совокупности каких-то экологических факторов, по которым мы растения подбираем для участка. И вот он такой вот вебинар есть. Если вы понимаете, что у вас влажный участок, избыточный, можно взять вебинар тогда для влаголюбивых или там для теневыносных. А если вообще понять технику подбора к разным условиям, то можно вот этот вот вебинар взять? И тоже хорошая рассылочная база. Да, там мы присылаем цифровые книги очень редкие. Ссылки на полезные сайты. Ну вот сад в тени, это как раз получается один из параметров. Здесь мы говорим вообще о все экологические факторы, то здесь сад в тени. О том, какие растения, как подойдут и как их использовать, тоже немаловажно. Например, белый сад на солнцепёке у нас будет странно выглядеть, а белый сад в тени, а растений, цветущих белым или с белым окормлением у нас более чем достаточно, он будет прекрасно в тени выглядеть. Или, например, какие-то варигатные формы, пурпурные, золотистые, как они поведут себя в тени, как это использовать и так далее. Ну и ассортимент, причем здесь я говорю и о древесных растениях и травянистых растениях. Скорость, рост и долговечность. Тема, которая до какого-то момента не волнует никого, а в какой-то момент все начинают об этом думать и задавать вопрос. Растения растут с определенной скоростью, живут определенное количество времени. Как сделать так, чтобы одновременно в композиции работали и те, которые растут медленно и живут долго, и те, которые растут быстро? И быстро уходят. Проблема в том, что может случиться так, что человек придумает красивую композицию, идеальную с точки зрения законов эстетики. То есть она будет подобрана по законам колористики, стилистики. Но она никогда не случится, потому что к тому моменту, когда одни достигнут своих размеров, другие будут еще в младенчестве, а когда те вырастут, эти уже умрут. В этом вебинаре именно о том, как их помирить. Конечно, кто-то скажет, посади все быстрорастущие, но если я посажу все быстрорастущие, тогда... Что будет через 20 лет? Внуки не увидят сады сделанного. Посади все долгоиграющие, тогда внуки увидят, это я не увижу. Это тоже мне не нравится. А мне-то хочется, чтобы и я это видел. Я бы заговорил сейчас с одесским акцентом. Потому что хитрость. Чтобы и наслаждаться, и будущее смотреть. Да, и мы именно поговорим о том, как сделать так на одной территории, чтобы и нам, и внукам. Живые изгороди. Ну, это на основе книжки, которая у меня по живым изгородам. Две даже книжки, три даже книжки. Они просто вылетели в этот вебинар. Кто не хочет читать эту книжку, тот может послушать вебинар. В основном все, что в книжке есть, оно здесь сказано. Тоже хочу сказать, что для меня, например, удивительно, что этот вебинар у нас тоже был три раза. И все три раза очень актуально. То есть народ эта тема очень живо интересует. И она актуальна постоянно. То есть такая постоянно востребованная тема. Все хотят отгородиться от всех. Все, да. Всех свои вопросы, свои какие-то тонкости. Но вот вебинар очень, конечно, полезный и хороший. Мы говорим и об ассортименте, и о том, как сделать, и что немаловажно, как сформировать, и как ухаживать потом за этой изгородью. Потому что есть три основные момента. Первый. Подбор ассортимента, он уже залог успеха на 30-40%. Второе. Формирование изгороди, это еще 30-40%. И последнее, это уход за изгородью, 30-40%. Вот эти три составляющие, это либо есть изгородь, либо нет изгороди. Ничего другого не придумано. Их надо просто учесть и все. Об этом этот вебинар. Господи, как много. Кончится. Лианы. Сладерна такая случайно случившаяся любовь. Нет, в принципе, я Лианы всегда любил, но так как как-то вот волей судеб появился Лианарий у меня теперь свой. Ждем экскурсию к посадке Александра. У нас в Фейсбуке я о нем писал, многие тогда тоже отклики оставили свои. Так случилось, что получилось большое количество растений именно Лиан в коллекции, которые не собирались специально. Их надо было куда-то сажать, потому что кусты могут сидеть, ждать своей очереди, а Лианы уже не ждут, им уже надо опору. Пришлось придумывать опору, сделали опору, пришлось сажать Лианы, потом еще добавить опору, а потом добавить еще Лианы. А потом все стали приносить Лианы, в общем, сейчас много Лиан. Закладывается Лианарий в том самом Сергеево-Пасадском районе. Очень интересный с точки зрения композиции. Да, мне даже пока все нравится, как там что-то получается. Ну и, соответственно, захотелось покопаться в этих Лианах поглубже, а если покопаться, ой, интересно, это же надо рассказать. И мы стали рассказывать об этом. Я считаю однозначно, что мы недооцениваем эту группу растений. Вот однозначно недооцениваем. Когда люди говорят, да что там Лиан-то пять штук? Вот не пять их штук. Я вам скажу сейчас, что вот у меня дипломница, девочка, делала таблицу по Лианам, Наталья Борикова. Ну, там 600 мне получил с позицией. Ну, понятно, что мы не все их берем. Некоторые просто мы брали, это ботанические виды, которые вьются, они нам неинтересны. Но даже если мы просто возьмем самое интересное, ну, сотни легко, без сортов. Без сортов. Это только древесные Лианы, травянистые многолетние и травянистые одноветние. Без сортов. Сотня легко, самых разных, причем стилистических. То в деревню отсылает, то в модерн. Экологически. На песке или в тени, или на воде. Высокие, низкие. Там какие-то кодомопчисы, которые там у нас до метра, и какие-нибудь там винограды. Мощные. Мощные. Аристологи. Выползающие на плодовые и ароматные. Красиво цветущие ароматные или плодовые. Осенние окраски. Осенние окраски. То есть это что-то необыкновенное. А учитывая, что мы можем продавать любую форму за счет формы опоры. Для города тоже хорошая. Для города вообще одна из незаменимых вещей, тот же самый девичий виноград пяти листочков, который почему-то у нас в городе мало используется. Хотя используется, в самом-то дворах. А, например, в том же Пекине, весь Пекин увидит этим виноградом, и это спасает город. Четыэтажная магистраль. И магистраль какая-то развязка. Развязка, да. Да, и там наверху это девичий виноград пяти листочков. Отдельно у нас вебинар рассказан про хвойные деревья. Я очень долго не замахивался на хвойные, хотя всегда их люблю, но потому что вот как-то у нас такой сложился коллектив мэтров, которые вещают о хвойных. Ну, потом подумалось, а почему бы и нет. Ну да, и с точки зрения их использования очень хорошая информация. Ну и плюс я удивился, что очень бурные эмоции вызвало, я наоборот думаю, это скучно, ну потому что обычно это в лабораторных студентах мы рассказываем. Когда я начал говорить о том, как по чешуйке, по иголочке, по почечке отличить одну пихту от другой, пихту алджитсуги, еле от пихты. Да, оказалось, что это очень интересно. И оказалось, что люди так на это реагируют. О, а там всего-то здесь есть зазубринка, здесь нет зазубринки, здесь есть пенечек, здесь нет пенечка. А вот оторвите, вот посмотрите, значит это оно. Ну, прям хоть поделай отдельно вот этот вебинар по вархологическим тонкостям. Отличим. Да. Потому что действительно есть близкие виды, которые трудно определить, ну вот, с помощью этих. Ну и плюс, конечно, использование, мы тоже все тут об этом говорим. И такой же вебинар есть о кустарниках хвойных. То есть мы не стали говорить обо всех хвойных, потому что это, конечно, нереально, даже если взять только зимующие в средней полосе. Ну и отдельно сделали три часа деревья, три часа кустарники. Тут вот фотография со мной, это вот самая старая в Москве, то есть западная. Конечно, это не кустарник, но понятно, что она дает именно большое количество кустарниковых сортов и форм. Вот видите, какой диаметр ствола. На сегодняшний день ей порядка под 130 лет. Это еще, это первые, самые старые, то есть западные в Москве, посаженные Рихардом Ивановичем Шредером. В саду Шредера они у нас сейчас растут. Красиво цветущие деревья, которые включают в себя уже упомянутую яблоню, но тем не менее мы говорим и о боярышниках. Вот, например, как меняет свой цвет боярышник Мордененский Тоба в процессе цветения от белоснежного, когда только-только распускается и становясь практически розовым. Мы говорим о зимующих магнолиях, и все эти фотографии я намеренно давал только те, которые сфотографированы в Санкт-Петербурге, в Москве. Это все цветущие магнолии, ни одной каталожной фотографии, ни одной европейской фотографии, чтобы было понятно, что это реально. Другое дело, что, возможно, ее сестры, привезенные из Голландии, не будут жить, но собранные с нее черенки, семена и так далее, с них они дают жизнеспособное потомство. Три часа мы говорим о красиво цветущих деревьях. Удивительная тема, которая сама по себе как-то очень мало про это. Но если про хвойные действительно... Всех пугает слово бобовое. Да, и у нас было очень мало людей, к сожалению. Я так думаю, что... задумывайте, это сразу все хозяйство представляют. Да, да, почему-то все представляют. Фасоль и горох. А если говорить даже просто про древесные растения, это настолько... Ну, мне, ну, может, по декоративности посоперничать с розоцветным. Да, да. При этом это такая эстетика утонченная. Белые акации, квадрасти с их повисающими, ракетник золотой дождь, караганы, из которых можно... Чингиль. Чингиль. Синие, редкого сочетания. И даже если мы не будем говорить про вистерию, даже если мы не будем, а оставим только зимующие виды, один пузырник чего стоит? Пузырник, гипертрофированные караганы, аморфа кустарниковая. У нас так мало синего в саду, фиолетового-синего, ну, многолетники в основном, а древесных растений очень мало. А тут стоит это серебристые листья, кобальтово-синие цветки с оранжево-апельсиновыми тычинками. Чем не замена той же будлей какой-то? Да, а глядичи, о которой уже сегодня Аня самоделка упоминала здесь. То есть это тоже растение, которое, ну, потрясающе декоративное. И вот мне прям очень обидно за семейство бобовые. Поэтому мы решили сделать... А как назвать по-другому, непонятно. Да, как по-другому, непонятно. Коммерческого названия нет. Как только бобовые, сразу это отпугивает людей. Ну, можно просто говорить, эффектные деревья и кустарники. На скобочках бобовые. Нет, ну, как известно, самое... Настоятельно рекомендуем вам этот вебинар, да. Это действительно наслаждение просто гарантированно. У меня еще есть идея, но он тоже абсолютно будет по звучанию некоммерческим. Вебинар семейства березовые также сделать. Потому что березовые – это и грабы, это и острые эти, да, хмелиграбы. Это лещины, которых море. Это березы, которые вообще... Которых море. То есть это мог бы быть тоже полноценный трехчасовой вебинар. Там нету таких ярко цветущих растений. Там есть потрясающие по цвету коры растения. По повношению. Посмотрите, погуглите «Граб сердца листный». Это вот эти вот сардельки советские висят по размеру, но при этом это светло-зеленые шишки хмели обыкновенного. Это просто сумасшествие. Осенние окраски у них. Осенние окраски, да, потрясающе. Березы тоже от почвопокровных, да, до гигантских размеров. Придумаем какое-то название, исключая слово «березовые», я обязательно его на такой вебинар в следующем году сделаю. Ну, тут вот просто пример. Вот Петербург, Троицкая площадь, угол улицы Койбыша. Вот он цветет к вопросу, живет, не живет. Привезем сейчас из Бельгии, понятно, что не живет. Соберем сейчас здесь семена, посмотрим вебинар «Мельниковый, как сеять, посеять» – все живет. Клены – такая же тема. То есть даже не хотелось брать семейство кленовые, потому что там не только клены. Клены три часа мы говорим, и вроде как не хватает времени. Потому что это, конечно, неисчерпаемая чаша. Вот начиная от корневых систем, заканчивая по размеру наземной части, осенней окраски, форму крон. Потому что это и кустарники, это и мощные деревья, это и красивая кора у каких-то, у каких-то потрясающий по красоте лист. Какие-то стригутся, какие-то не стригутся. Какие-то для болотистых мест, какие-то для песчаных мест. В общем, клены – это вообще космос. Неисчерпаемая тема, да, очень интересный вебинар, потрясающий красоты и удивительности. Поверьте мне, вы очень удивитесь. Да. Ну, вы знаете, вот мы ходим, когда на экскурсию по ВДНХАС, группам и РФК, да, мы на ВДНХАС собираем прогулки мимоходом. 15 видов кленов, 15 видов, без сортов. То есть в руках я держу 15 листьев. Все говорят, ничего себе. В течение часа. В течение часа, 15 видов. И это просто городской парк, это не ботанический сад. Ну, а коллекция кленов в главном ботаническом саду – одна из крупнейших. То есть это тоже один из самых крупных коллекций. Вот мы рассказываем о них, и в этом вот вебинаре это нужно услышать. Отдельно, наконец-то, кончились мои вебинары. Это вот у нас был такой два вебинара. К сожалению, записать мы смогли только один. Второй случился как раз на вот этот пик нагрузки самоизоляции на вебинарную площадку и не получилось у нас. Да, и на интернет была загрузка и на площадку вебинарную. Надо сказать, что и Андрей Евгеньевич, и Елена Ивановна, они, конечно, потрясающие лекторы. Елена Ивановна вообще актриса, на мой взгляд, которая просто так рассказывает. Она прям тебя балагирует. Балагирует, очаровывает. Она прям начинает так про смородину говорить, что ты… При звуках флепе теряет волю. А Андрей Евгеньевич, практик, очень много знает, знаком лично с селекционерами, которые все это выводили. И у нас было два вебинара с ними, про кладовые растения и про ягодные культуры. Но, к сожалению, в записи у нас продается только один про ягодные культуры. Про плодовые. Про плодовые, да, как раз, да, продается. Но у нас еще есть с ними договоренность. На следующий год. На следующий год. И они согласились прочитать вебинар трёхчасовой про нетрадиционные плодовые культуры. То есть это тоже очень интересная на самом деле тема такая, которая, да, вот современные плодовые сорта, рябины обыкновенные, с высоким содержанием сахаров, калины обыкновенные, черёмухи обыкновенные, тот же самый Новосибирск, который навыводил огромное количество именно плодовые сорта, ирги, боярышников. Это интересно на самом деле. Мне кажется, пора уже про это говорить, и сколько уже можно. Это действительно наследие. Это, опять же, то, что там Татьяна Баславовна говорила про наследие советской селекции, про вот декоративные растения, а это наследие советской селекции. И не только Мичурин. Это огромное количество людей по всей стране этим занимались в разных самых географических точках, соответственно, и районирование этих растений разное. Ну и плюс, конечно же, могу параллельно порекомендовать всем обязательно те дегустации, которые проводятся в питомнике Садко. Вот сейчас, когда закончатся все эти проблемы, которые мы знаем, у них это начнётся, и у них устраивается День культуры. Да, можно. Выбирает, например, День чёрной смородины. Стоят большое количество на дегустацию сортов. В это время, как правило, продажи этих саженцев, скидки достаточно хорошие, рассказ, лекция какой-то. Потом, например, День голубики. И дегустация голубики, и там люди оценивают, ставят. То есть это просто так, а не просто дегустация, пришёл, наелся. А по характеристике. Собирают данные. И они собирают эти данные каждый раз. Это очень интересно, что вот у них отличается статистика от общей принятой. То есть сорта, которые не очень проходят по параметрам общим, которые выкладываются у оригинаторов, они у них, например, первые места там зайдут. Да, мы будем стараться на наших страничках, вот РФК, в соцсетях писать про эти. Мы договорились с Еленой и с Андреем, что мы будем извещать тоже, чтобы вы были в курсе. То есть если вы подписаны на наши странички, вы про это узнаете. В общем, вкусные темы. Вкусные, да. И Алексей Шлюйпин, который, к сожалению, проводил вебинар один, он должен был выступать. Он всегда работает и выступает со своим напарником неизменным. Амир Джаналзада. Но вот у Амира, к сожалению, не получилось прилететь в Москву. И Алексей выступал. Это был, на мой взгляд, очень интересный вебинар. Опять же потому, что ребята все делают сами. И вот мы боялись с Наташей как раз того, что дать обрезку дистанционно – это глупость. Мы даже рассматривали технические моменты, что, может быть, Леша, Алексей будет стоять в саду где-то. И будет какая-то камера работать, и будет крупно показывать, как он режет. Но, на мой взгляд, ему так удачно удалось об этом всем рассказать. Так удачно удалось в презентации это все проиллюстрировать. Вопросов было очень много. Чего и ожидали в таких темах всегда много. И народу было очень много. И очень много именно на этот вебинар пришло новых людей, которые никогда наши вебинары раньше не слушали. И Алексей вот прекрасно справился со всеми этими задачами. И тут, конечно, вопрос именно не санитарный столько обрезки, сколько он останавливался на художественной обрезке, хвойных, не только хвойных. Вот эти все вещи – это все подстрижено ребятами. Это не Европа, это Воронеж. И, честно сказать, некоторые фотографии они показывали, смотришь и не верится, что это у нас. И это они все делают своими руками и, соответственно, могут, как никто, рассказать, какими проблемами они сталкиваются. А тут много всего. Начиная от выбора инструмента и ухода за ним, и заканчивая подбором растений, с которыми это можно сделать или нельзя. То есть можно из этого, из этого, из этого, как Леша говорил. Ну, из этого получится вот такой минус, из этого вот такой, из этого нет этих минусов. Это плюс очень большой. То есть вот у Алексея этот вебинар, он тоже предлагается, я его тоже рекомендую. Очень удачный. Очень удачный. И красивый. Красивый. И плюс Алексей рассказывает очень хорошо, доступным языком таким, без всяких терминов специфических. То есть очень доступно любому человеку. И полярдинг, который сейчас вызывает много споров, потому что кто-то стал называть полярдингом просто спиленные тополя под линиями электропередач. Это, конечно, не совсем одно и то же. Чем отличается топик от полярдинга, чем вреден топик, чем полезен полярдинг, как мы можем использовать, с какими растениями. И в этом же вебинаре Леша рассказывает. Но мы его попросили, на самом деле, что давай еще что-нибудь, вдруг у нас время останется. На самом деле времени не осталось, но мы все равно продолжали, потому что вопросы, и мы все равно этот полярдинг туда запихнули. Поэтому я думаю, что он даже там может побольше, чем три часа. Наташа сейчас расскажет более подробно про моменты субтехнические, как мы эти вебинары приобретаем. Вы пишите свои вопросы, пожалуйста, которые у вас возникают. И пожелания. Мы обязательно все это учтем. Так, значит, первое, что хотелось бы еще раз, хоть мы про это уже говорили, но хотелось бы еще раз уточнить, что к каждому вебинару вы получаете не только видеофайл, но еще и там будет целая папка с дополнительными материалами. Материалы иногда у нас бывают уникальные, не побоюсь этого слова. Вот, что туда входит? Это, во-первых, презентация обязательно. Во-вторых, это могут быть какие-то статьи лекторов. Это могут быть полезные таблицы. Вот, в частности, с Сашиными вебинарами такое довольно часто действительно полезные таблицы. Это книги в цифровом виде. И полезные ссылки и рекомендуемая литература. То есть мы даем ссылки на те ресурсы, за которые мы отвечаем. То есть мы уверены в них, что туда можно заходить, и там не будет какой-нибудь там, извините, фигни. Вот, ну и литература, то, что мы не можем в цифровом виде прислать, мы еще даем список рекомендуемой литературы. Книги довольно часто бывают в формате ДЖВУ. Вот этот вот здесь, вот на слайде вы видите. Для того, чтобы их читать, нужно просто скачать официальную программку для чтения этих файлов. Бесплатно. Да, она бесплатная, скачивается очень быстро с их официального сайта. То есть либо вот по этой ссылочке, ну, она не, вы не сможете ее как бы взять, но просто наберите программу для чтения файлов вот с этим форматом. И все. Давай дальше. Так, чтобы не пропустить наши новости, если вдруг у нас появляется какой-то новый вебинар, какие-то у нас мероприятия, экскурсии, вы подпишитесь на наши странички. У нас активный Facebook и ВКонтакте. В Одноклассниках тоже есть страничка, но она неактивная, не ведется сейчас, но если вы туда сообщение пришлете, я его прочитаю, конечно. Также все вопросы по вебинарам вы можете присылать вот на эту почту. Либо позвонить. Ну, лучше писать, потому что проще объяснить, прислать какие-то вещи, ссылки на что-то. Лучше написать вот на нашу почту. Вот. И, ну, собственно говоря, и все. Дальше сейчас мы расскажем про формат, как это все происходит. Оплата прошедших вебинаров на карту Сбербанка. Высылается чек. Эта карта официально зарегистрирована как самозанятый, то есть чек вам придет обязательно на почту. Если вдруг не придет, вы просто напишите, и мы его дополнительно вышлем еще раз. После этого мы формируем для вас ваш персональный ключ, по которому вы будете смотреть вебинар. И присылаем вам письмо с вебинаром. В этом письме будет что? Будет ссылка на скачивание архивной папки, в которой содержится сам вебинар и дополнительные материалы. Вы эту папку скачиваете на свой компьютер. Скачиваете также по нашей ссылке наш плеер для просмотра вебинара. Это быстро и бесплатно. Это занимает ровно одну минуту. Папку распаковываете на вашем компьютере и запускаете вебинар с названием того вебинара, какой вы купили. И там расширение будет у него ИПР. Программа у вас попросит ввести ключ. Вы вводите ваш ключ, который тоже в этом письме будет. После чего вас попросят ввести номер телефона, на который вам придет смс, для того, чтобы вас идентифицировать в системе. Вводите смс. Если вдруг какие-то у вас, ну, совсем бывают, там, из-за границы, например, нам вебинары покупали, то вы просто напишите ваш номер телефона, я сама его вручную введу в программу, и у вас не будет просить смс. То есть можно это обойтись без этого в крайнем случае. После чего вы запускаете вебинар и смотрите. Смотреть можно только на компьютере и ноутбуке при включенном интернете. Если вдруг у вас происходят какие-то проблемы с компьютером, ну, допустим, переустановили систему или сломались, или купили новый, вы пишете письмо, что у вас поменялся компьютер, сделайте мне вторую активацию ключа. Мы вам спокойно делаем еще одну активацию ключа, вы все повторяете это на новом компьютере. Ну, без смс-ки уже. Собственных проблем никаких нет. Почему на компьютере и на ноутбуке? Почему нельзя смотреть на телефоне? Все это связано вот с нашей системой защиты. Когда у нас были, мы продавали вебинары со ссылкой на YouTube, даже с закрытой, даже по коду, у нас их скачивали, перепродавали, размещали на разных сайтах, то есть занимались откровенным пиратством, обесценивали нашу работу, работу наших векторов. Поэтому мы вынуждены были использовать систему защиты, но она, к сожалению, работает только на компьютерах и ноутбуках. Вот. Но зато появилось большое преимущество, что у нас теперь нет ограничений по сроку. То есть вы скачали этот вебинар, и он остается у вас навсегда. Навсегда. Причем это кажется, что это так вот долго на початах рассказывает. Это на самом деле все очень просто. На самом деле это буквально 5 минут вот это все установить и все. Дальше вы покупаете, если еще какие-то вебинары, то вы их скачиваете на этот же компьютер, и уже никаких ключей, ничего вводить не надо. Да, ключ вводится один раз вот на вашем компьютере. То есть специально говоря, ключ – это ключ к складу. Да, это ключ к складу, да. Вы открыли один раз, и он у вас открыт. Так, вот еще какой, вот опять же, к продолжению темы по поводу пиратства и системы защиты. Дело в том, что вот эта система защиты, она срабатывает на все установленные на вашем компьютере программы по скачиванию, по… Там есть такие программы, которые позволяют ваш экран показывать там другим пользователям через интернет. Она на это срабатывает. Она иногда просто предупреждена. То есть мы, в принципе, знаем, у кого какие программы стоят все абсолютно. То есть у нас вся эта информация есть. Это все приходит нам на почту автоматически. Если вдруг скачивание все-таки происходит, то система блокируется. То есть вебинар перестает показываться. Поэтому мы убедительно просим при просмотре вебинара отключать, то есть делать их неактивными, вот эти все программы ваши. Понятно, что у многих они просто стоят для ваших целей. Дети ставят. И вы там что-то занимаетесь. Вот программа, например, Movario Video бесплатная, она тоже реагирует на эту программу. Но это не значит, что вы там занимаетесь пиратством. Просто для того, чтобы не было препятствий к просмотру, просто рекомендуем их делать неактивными, отключать и все. Ну и вот на сайте RFK Online.ru, там в разделе общения, вкладка «Школа РФК», и там есть тема о вебинарах. Вот там расписаны все наши правила, как и чего более подробно, какие требования к компьютеру. Ну это, в общем, там все просто и доступно. То есть, ну, если захотите, можете почитать. Здесь наши правила все указаны. Так, ну, участие в вебинаре, наверное, не нужно. Да, я думаю, тут... Да, это мы делали для того, что это мы, наверное, расскажем осенью. Эти темы. Так, как участвовать, вот, и как... Сейчас это, наверное, пока не актуально. А, вот еще хотелось бы отметить, что мы приветствуем, вот к вопросу о пиратах, мы приветствуем участие и просмотры группами. Ради бога. Это даже хорошо, когда единомышленники собираются все вместе, в большой компании, подключают компьютер к телевизору, к большому смотрят, обсуждают. Это мы как бы за. Мы даже за. Мы даже это в своих постах рекламных рекомендуем. Словно говоря, если вы собираетесь троем, скидываетесь на этот вебинар и смотрите троем, у нас вопрос к тем людям, которые, скачав его, продают им. Продают его, либо распространяют просто там по друзьям, по товарищам. Вот именно к незаконному скачиванию. Скачивание мы не разрешаем. А так у нас даже случай есть, что какие-нибудь владельцы там компании ландшафтных, условно говоря, сажают свой офис в рабочий день, покупают вебинары и заставляют их сидеть и смотреть. То есть человек платит там 1300 и весь офис. Не уезжая куда-то в конференцию, на какой-то другой городе, надо купить гостиницу, командировочные оплатить. Еще неизвестно, они пошли на конференцию или они остались в гостинице. А здесь вот они сидят всем на глазах. И чем хорошо онлайн, допустим, вебинары, которые у нас осенью начнутся, тем, что вы можете в процессе обсуждать с коллегами и задавать коллективные вопросы. Всегда же совместно рождаются какие-то идеи, какие-то вопросы. То есть мы такие вещи приветствуем. Вопрос появился. Анна Самоделка. Очень интересен опыт по составлению гидрологических планов по заданным объемам проектирования с учетом галлористических и прочих решений. Может быть, какой-нибудь вебинар просмотрения практических примеров, как с цветниками света ворота. Но мы подумаем, Аня, может быть, действительно какой-то такой интерактив придумать. Просто здесь еще немножечко есть все-таки проблемы с отображением, с рисунком. Мы пытаемся об этом говорить с вебинарной площадкой самой. Она все-таки не очень заточена именно на это. Поэтому мы доску используем. Но если мы эту задачу решим, то... Да, попробуем, подумаем над этим. Еще у нас появилась такая вещь. Мы ее не особенно афишируем, конечно, потому что это лишняя работа для нас. Но у нас просто уже, грубым словом, если выразиться, достали. Ну, очень много людей нас спрашивают и не свидетельствуют. Хотя, да, свидетельства о том, что прослушали курс, например, проектирования или какую-то тему. Это нужно ли работать, это никуда там не идет. Но вот мы придумали, у нас есть такой сейчас бланк. И мы можем, если очень-очень прямо сильно нужно, то, в принципе, мы можем сделать свидетельство. Единственное, что мы его высылаем по почте, а вы сами уже его распечатываете. То есть печатать и высылать мы не будем. Можем отправить. И там это сейчас можно в любой фотографии... Понятно, что она не имеет юридической силы, как и любые другие свидетельства. Но многие, почему-то, тем не менее, спрашивают за видной регулярностью. Их не смущает. Просто это именно свидетельство того, что вы его слушаете. То есть мы подтверждаем, что вы были на нашем... И диплом. Мы не подтверждаем, усвоили вы материал или нет. Мы можем подтвердить только, что вы присутствовали. Вопрос Светлана Антонова. Правильно ли я поняла, что если я первый раз сгрузила по ссылке вебинар на своем компьютере, мне в дальнейшем не удастся пересмотреть этот вебинар на своем планшете в самолете? Не удастся в самолете. Сгрузила по ссылке на своем... Ну, только с того компьютера, где ключ? На планшете, Светлана, на планшете однозначно нет. Если на ноутбуке, то вы просто нам скажите, что вам нужно на другой компьютер переустановить. Мы сделаем вторую активацию ключа, и вы посмотрите. На планшете нет. Планшет и телефон не позволяют сама системы. Планшет и телефон не позволяют смотреть наши системы защиты. А на ноутбук мы можем вам просто сделать. А на ноутбук мы просто сделаем еще одну активацию ключа, и вы будете смотреть. Есть еще случаи, когда, например, мне пишут, а как же я вот тут дома смотрю вебинар? На дачу. И приехала на дачу, тоже хочу, там у меня компьютер. Вот сейчас особенно. Да, вот сейчас, ради бога, пожалуйста, вы только нам скажите об этом, мы это все сделаем. То есть это можно смотреть на нескольких компьютерах, можно смотреть. Ну, я так понимаю, на этом у нас все. Да. Спасибо вам, что вы сегодня были с нами. Вопросов, мы думали, будет больше. Давай посмотрим, там еще есть неотлические вопросы. В чате? В вопросах. Нет, в вопросах. Вопросы. Татьяна Терентьевна что-то писала. Так, Татьяна Терентьевна, вот еще интересно про осад на песке в нашей зоне от Лены Грушавей. Да, Татьяна Терентьевна, у нас был на самом деле от Лены... Да, мы не смогли его записать. Вебинар не записан. У нас есть в планах, мы думаем, что мы с ней построим, может быть, даже в жанре интервью. Да, у нас получилось чисто случайно с Татьяной Махровой такое интервью такое. И показала, опыт показал, что это очень... Да, такая жива получается. Живая форма. Может быть, мы с Леной сделаем именно интервью. Потому что действительно сад интересный, один из удивительных. Елена Цитова. По газонам приняли заявку, да. Светлана Антоновна тоже. По сообществам приняли. В стиле тоже видели. В Скандинавию приняли. Так, все. Ну да, все. И здесь еще что-то. Спасибо, хочется провести все-все-все вебинары. Ну, постепенно. Тогда у нас все на сегодня. Если кому-то, повторюсь, нужны именно сама презентация, вы просто напишите. Да, мы сейчас расширку делать не будем, но если понадобится, да. Вебинар этот вам в запись перейдет, вы сможете посмотреть еще раз. А по поводу презентации просто напишите, кому нужно. Ну и не стесняйтесь, пишите на почту свои вопросы, которые будут и пожелания. Сейчас вот выключится вещание, и вам подумать, о, я не спросил. Тогда можете смело писать, ну и обязательно. Аня пишет самоделка, что очень хочется на экскурсии. Нам самим хочется. Нам очень тоже хочется. Тем более сейчас вот знакомые передают фоторепортажи из главного ботанического сада, который пустой, но висит цветок. Сейчас передаются ВДНХ, которая пустая, но вся цветет. Сейчас там вообще необыкновенная красота. Мелколуковичные все цветут, тюльпаны зацветают. И, конечно, мы сами хотим. Бирюлевский дендропарк нас ждет. Ивантеевский дендропарк нас ждет. Да, то есть у нас еще планов много. Осталось дождаться. Надеюсь, все будет хорошо. Всем хочется пожелать здоровья сейчас в первую очередь. Будем надеяться на лучшее. Прорвемся. Да, все будет хорошо. Спасибо большое всем. До свидания.